Настало время нашего исторического разворота. Алексей Кузнецов к нам присоединяется. На самом деле, сразу продолжим тему Трампа. Алексей Валерьевич, доброе утро. Вы нас слышите? Доброе утро, Марфа. Доброе утро, Василий. Слышу, вижу. Жалею, что не могу сесть между вами рядом. Мы так замечательно сегодня. Цвета российского флага с вами. Вот так бы вы сидели бы. Меня бы посередине. Нет, вы, Алексей Валерьевич, какие-то другие цвета видите. Вася голубой, я розовый. А у Васи у меня практически белый. Вот на моем экране я, Василия, вижу как практически белую, а у вас как практически красную. А знаете, а нам говорят про замедление Ютьюба. Нет, это, по-моему, Ютьюб цвета искажает, а не замедляется. Замедлился, да, из-за того, что спектр сместился. Алексей, я четко цвета, как флаг был до 93-го года, по-моему, до 94-го, когда его Ельцин менял, или до 95-го, я не помню. До 93-го, мне кажется, когда Ельцин менял флаг. Вот он был же бирюзовый, такой ярко-голубой, или как-то у него было какое-то такое название цвета. Вот я такого цвета. Вполне возможно, это моя личная какая-то аберрация цветовая, не знаю. Окей. Так, про Трампа, вернее, не про Трампа. Трамп удивительно по разным аспектам, но в том числе уже попадет в историю точно как президент, который второй раз в истории США избирается на второй срок через какой-то перерыв. Первый такой президент был Гровер Кливленд 130 лет назад примерно. Вот про него хотела, чтобы вы... Да, совершенно верно. По имени этого президента за последние сутки, да, собственно, не только за последние сутки, как только возникла сама по себе перспектива повторного избрания после перерыва Дональда Трампа, Кливленд начали вспоминать. Это не самый, далеко не самый яркий президент в американской истории, естественно, но надо сказать, что он в довольно многих отношениях оставил по себе такую память выдающуюся, не в смысле замечательную, а в смысле выдающуюся из общего ряда, да, в чем-то необычном. И если начинать гадать о будущем Трампа, так сказать, по аналогии с вторым президентством Кливленда, поскольку Трамп второй, да, и пока вот все в списке американских президентов, кто вот так вот, то, например, можно предположить, что Дональд Трамп должен сыграть очередную свадьбу и сделать это прямо в Белом доме, потому что Кливленд был первым, и, насколько я понимаю, на сегодняшний день единственным американским президентом, который не только женился, в этом смысле он не единственный во время своего президентского срока, но и в Белом доме играл свадьбу. Вот я вполне допускаю, что Дональд Трамп мужчина еще, судя по нему, ого-го, да, вот, что он что-то подобное тоже может предложить своим избирателям. Ну вот, а вообще Кливленд человек уникальный, конечно, не вот, не этой самой своей свадьбы, а тем, что он единственный демократ, пробившийся в Белый дом и пробившийся, как мы видим, дважды, в период, когда для демократов, ну, шансов практически не было в американской политике, когда в течение почти 50 лет практически господствовали республиканцы. Это связано с тем, что довольно сильно по-другому политическая платформа этих двух партий выглядела во второй половине XIX века, и демократы были в сознании своих избирателей, очень жестко привязаны к югу, к рабовладельческому югу, со всеми его прелестями. Как раз, вот, собственно говоря, этот провальный для демократов период, он начинается в 1860 году с избрания Линкольна, и дальше вот сплошная цепь президентов-республиканцев, потому что тогда республиканцы – это Север, это Янки, это партия прогресса, борьбы против расовой дискриминации. И вот Кливленду пришлось очень, так, мастеровито, я бы сказал, лавировать между интересами этих двух трудноперемиримых групп избирателей. Плюс, не будем забывать, это конец XIX века, во все обостряется рабочий вопрос, в Соединенных Штатах он очень остро стоит, профсоюзная борьба во все идет, вот, и гораздо большее влияние, чем сейчас имеют такие левые, настоящие левые социалисты, будущие коммунисты, так сказать, тоже для весьма консервативного Кливленда это серьезный вызов. В общем, это был человек, который в течение двух сроков, ну, что называется, не посрамил себя как политика, да, но я забыл сказать, там еще с индейцами периодические обострения случались очень серьезные. Он занимал, как правило, в отличие от Трампа, вот уж совершенно он не был человеком-скандалом, занимал по многим вопросам такую примиренческую, промежуточную, компромиссную позицию, вот. Ну и сегодня, сейчас, я думаю, нас ждет вторая волна такого стеба, но в современных условиях Кливленда часто изображают двухголовым. Дело в том, что поскольку по традиции в случае избрания каждого нового президента выпускался и выпускается, по-моему, доллар юбилейный, монета, но вот, соответственно, Кливленд пока был единственным, у кого два разных его портрета на двух разных монетах, в результате чего в сериале «Футурама» он изображен с двумя головами. Вот. Я не смотрела, простите. Я тоже, я прочитал об этом. Я тоже не смотрела. Нет, это прекрасный сериал, я даже помню этот кусочек. А я, знаете, хотел вас что спросить, это довольно интересно, а вот если смотреть, да, вот на эту историческую перспективу, насколько американские президенты с точки зрения своей подачи, популизма, вообще своего какого-то жизненного устройства, насколько сильно они поменялись, потому что нам любят рассказать о том, что американская демократия, она уже была демократией, даже когда рабство было, уже тогда работали демократические элементы государственного управления Соединенных Штатов Америки. Насколько, с вашей точки зрения, вот если мы, да, прочертим такую линию от Кливленда до Трампа, насколько это вообще разные люди, разные президенты и в разных ли они государствах жили? Ну, я, честно говоря, вашей иронии, Василий, не очень понимаю, рабство рабством, это про одно, демократия как способ, не как синоним чего-то хорошего или плохого, а как способ осуществления государственной власти, это, в общем, другое, да, Соединенные Штаты были с одной стороны страной, допускавшей рабовладение в Южных Штатах, да, с другой стороны, при этом, так сказать, вполне демократически избиравшей беспрецедентное и до сих пор, насколько я понимаю, беспрецедентное количество должностных лиц, столько, сколько избирается должностных лиц в Америке, там, начиная от президента и заканчивая окружным, этим самым, как он называется, финансистом, сейчас всплывет у меня слово, начальником полиции, там, так сказать, местного почтового отделения и так далее, это, конечно, случай, ну, вот Афины разве что древние можно вспомнить с этой точки зрения кое-какие периоды республиканского Рима. Вот, конечно, это разные, ну, слушайте, давайте начнем с того, что два разных мира, 130 лет назад мир был в значительной степени другим, конечно, политики вынуждены были быть другими, хотя бы потому, что вот эта вот подача, ведь сегодня мы практически наблюдаем, если хотим, за деятельностью политиков в прямом эфире, сегодня совершенно беспрецедентные возможности для того, что мы называем пиаром, да, президент имеет аккаунты в соцсетях, общается с народом, типа напрямую, ну, более-менее все понимают, что эти аккаунты ведут специально обученные люди за немалые деньги, но все равно выглядит это так, как будто к нации там в соцсети обращается зампрезидент. 130 лет назад такой возможности не было, и это в каком-то смысле, наверное, облегчало политикам жизнь, у них была возможность скорректировать неудачное высказывание, неудачный жест, неудачное движение, но уже тогда им приходилось, в общем, очень серьезно следить за тем, кто что, значит, вот, ну, например, время первой, по-моему, предвыборной кампании Кливленда там была, была очень серьезная возникла заминка, связанная с тем, что один из участников позволил себе такое очень пренебрежительное, это, причем, не, человек был не Кливленд, а его соперника Блейна, напротив, значит, он себе позволил очень пренебрежительное и грубое высказывание о ирландцах и католиках, такое, в общем, даже по тогдашним меркам, очень грубое, по нынешним, совершенно неприемлемое для политика, которая хоть на что-то рассчитывает, но и вот Кливленд и его люди это использовали и тем самым приобрели достаточно немалое число голосов, потому что, хотя ирландцы и католики составляли меньшинство, но меньшинство такое достаточно внятное по численности. Вот. Да, это довольно интересно, что получается, что Кливленд максимально не похож на Дональда Трампа, а вот его соперник использовал методы борьбы, как сам Дональд Трамп. Не похож. Вот мое впечатление, Кливленд не похож на Трампа. Даже сообщение... Вы показывали вообще? Сейчас я отправлю... Давайте, Марфа, откуда отправим. Все убедились в том, что они и внешне совершенно не похожи. Ну, я бы сказал, что Дональд Трамп не похож ни на одного из предшествующих американских президентов в этом смысле. Ну, если вы помните физиогномику всех, то да, я лично нет. Ну, всех, не всех, но я помню, конечно, во-первых, тех, при ком я уже жил, я помню хорошо, потому что даже советские газеты регулярно, так сказать, их хотя бы в виде карикатуры шаржей воспроизводили. Ну, а потом, я, знаете, хорошо помню наличные доллары, а там по части портретной галереи... Вот я тоже хотела сказать продолжить. По части портретной галереи есть на что посмотреть, да. Ладно, давайте от шаржей и карикатуры как раз так медленно перейдем к теме сегодня день КВН на 8 ноября. Теме профессиональных шаржей, почти профессиональных выросших. Там никакая не круглая дата, просто мы решили с Алексеем Валериевичем вспомнить какие-то хорошие события, наверное, в нашей жизни. А я, перед тем, как вы начнете, я просто вычитывал, абсолютно обалдел, от этого я почему-то вообще это пропустил, о том, что КВН появился из программы «Вечер веселых вопросов» Сергея Муратова в 57-м году. Там было три программы и третья, знаешь, чем закончилась? Тем, что ведущий объявил, что кто придет в зимней одежде, дело было летом, из газеты от 31 декабря, тот получит приз в студию, но забыл упомянуть про газету и толпа народу завалилась в эфир, снесла милицию, там, завалилась в этот эфир, этот эфир показали, но после этого эту программу закрыли и уже дальше появился КВН. Нет, эфир не показали, весь вечер стояла заставка, что значит эфир прерван по техническим причинам, потому что показывать было нечего, он не состоялся, эфир как с кого не было. На самом деле это все, ну, безусловно, это ошибка организаторов и судя по всему, насколько я понимаю, главный, виновный в этой ошибке, человек, который как раз очень на своем месте был в этой передаче, ведущий Никита Богословский, замечательный композитор, автор популярнейших песенных мелодий и так далее, но он действительно был знаменит в богемных кругах, как совершенно фантастический мастер остроты, розыгрыша мгновенного, смешного какого-то экспромта и так далее, то есть вот такой вот КВНчик-КВНчик в квадрате в клубе, но вот по части организации не додумали, плюс он еще забыл про вот эту вот самую газету упомянуть, в общем, газета-то может отсекла бы какое-то количество лишнего народа, потому что, ну где тогда найдешь газету полугодичной давности, да, они уже все, так сказать, на хозяйственные нужды использованы, а он забыл про это упомянуть, люди подумали, что достаточно одеться по-зимнему, и вот тебя сейчас не просто покажут по телевизору, еще и приз дадут, ну и случилось, конечно, то, что случилось, вот, но передачу, я думаю, закрыли бы все равно, потому что она островато для конца 50-х годов получалась, так что, это я думаю, как появился, да, как из этого, вот я просто, единственное, я прочитал, появился клуб веселых и находчивых. Вот было, как бы везде написано, что был вот этот, вот эта программа ВВВ, сокращенно ее называют, а потом из этого появился КВН, как это произошло, почему эти две программы, и как они вообще связаны между собой? А понимаете, что, дело в том, что если в предыдущую историческую эпоху, в сталинское время, что-то запрещали, то потом всю оставшуюся жизнь, все участники запрещенного проекта, если они оставались на свободе, они икали, и даже думать не могли в ту сторону, то во время оттепеля, ну, запретили, ну, надо выждать время, ну, надо переждать, нужно пересидеть, подождать, пока, так сказать, какой-нибудь там начальник на гостелерадио поменяется за все за это отвечающий, и можно попытаться еще, ну, естественно, там, произведя какие-то изменения, предложив это, подав это в соответствующий, желательный для решающих упаковки, ну, и в результате опять-таки, Сергей Муратов получил просьбу от своей доброй знакомой, заведующей отдела молодежной редакции центрального телевидения, подумать над тем, вот, какую можно, понимаете, ведь оттепель это время, когда опять отдельно заговорили о молодежи, о том, что молодежи нужны какие-то вот это время, когда открываются при содействии комсомольских всяких райкомов и горкомов, открываются комсомольские кафе, открываются какие-то иные дискуссионные площадки, необычайно развиваются студенческие театры, студенческие какие-то другие творческие союзы по институтам, межинститутские и прочее, прочее, прочее. И поэтому редакция молодежных программ, производившая до этого довольно скучный, как мы сегодня сказали бы, контент, все время искала что-то живенькое и желательно для прямого эфира. И вот Гальперина тогда попросила Муратова подумать над этим. Он нашел себе хорошую компанию для подумать. И к нему присоединились тогдашний режиссер театра МГУ Альберт Аксельрот, который по сути в общем сегодня наверное считается главным отцом КВН по вкладу вот так сказать творческому креативному. Еще один человек тоже непрофессиональный в отличие от этих двоих совершенно значит ну скажем так непрофессиональный человек из творческой среды. Ну а дальше постепенно родился вот этот самый КВН рождался методом отбора от сева там ведущих довольно ну недолго на самом деле довольно быстро нашлась Светлана Жильцова диктор центрального телевидения и через пару лет после пару-тройку лет после начала КВН когда Аксельрот и Муратов его третья не помню его фамилию Яковлев по-моему покинули КВН то довольно быстро нашелся Александр Масляков собственно когда возрождали в середине 80-х КВН Масляков ведь опять позвал Жильцову вести вдвоем восстановить тот формат но она по каким-то своим соображениям не согласилась в результате Масляков остался один и вот нам уже привычный вот этот вот формат с одним ведущим он не тот который был тогда в 60-е годы ну а дальше выработалась вот это вот да настолько передача сразу приобрела популярность что возникло КВН движение буквально как по щелчку пальца и в результате возникло вот это вот сама собой естественным образом сложилась система отборочных соревнований когда в финал в конечном итоге попадали только уже заведомо слаженные профессиональные там имеющие ярких креативных капитанов команды и знаете что обидно для нас гуманитариев это то что если посмотреть на список не только чемпионов но даже финалистов там полуфиналистов тогдашних КВН это практически все технические вузы вот как писалось да что-то физики в почете что-то лирики в загоне но лирики сами себя загнали в этот загон потому что в основном самые знаменитые команды да там Одесский холодильный завод Московский инженерно-строительный институт да капитан команды значит из Баку знаменитый Юлий Гусман учился в то время говорят левой ногой но тем не менее числился он в медицинском институте вот такие вот вещи это были люди которые ну скажем так пошли пошли не в свою профессию но довольно быстро в институте осознали что вот их призвание это эстрада и КВН давал им возможность многим блестящую возможность реализовать эти свои способности а вот это название КВН это откуда я просто тоже прочитала об одной версии но спрошу вас дело в том что искали аббревиатуру ну аббревиатуру очень модные были в Советском Союзе и первая это передача которую вот Василий упомянул ВВВ вечер веселых вопросов ВВВ значит нужно было тоже что-то такое вот запоминающееся а дело в том что сейчас уже мало кто это помнит хотя наверное не так еще мало живо людей которые это все застали в Советском Союзе существовал такой чрезвычайно с одной стороны популярный с другой стороны являвшийся объектом шуток такой девайс как телевизор КВН 49 вот да вот я про это и читала да совершенно абсолютно точно в данном случае можно не сомневаться что конечно они привязывались к этому самому КВН который народ как только не расшифровывал так сказать но самый насколько я понимаю популярная расшифровка был купил включил не работает а на самом деле это фамилии создателей туда заложены в это самое как в Кукар и Никсы примерно вот и они вот этот самый КВН телевизор с маленьким экранчиком который через линзу надо было смотреть вот они как необычайно популярное звукосочетание они взяли и прижилось получилось замечательно то есть сначала была аббревиатура потом ее расшифровали клуб веселых и находчивых я еще хотела спросить про цензуру в советское время я например я не знаю Вась как ты я смотрела КВН ну наверное какие-то были нулевые нулевые годы я смотрел КВН до Крыма я думаю я смотрел КВН то есть до 2014 года я довольно регулярно смотрел ну это и есть примерно нулевые начало я смотрел с 90 да и как бы мне кажется мы как раз застали то время когда можно было шутить практически на любую тему вот мне интересно как эта тенденция менялась из десятилетия в десятилетие ну вообще как я понимаю в Советском Союзе это была немножко другая программа особенно в начале ну как другая в принципе основные моменты основные пункты были те же это была программа соревновательная то есть состязались две команды было жюри были группы поддержки вот когда снимались эти программы значит в ДК электролампового завода то прям зал был поделен так же как это будет и в 90-е годы вот здесь сидит так сказать торсида этой команды вот здесь сидят фанаты этой команды вот посередине жюри да боление это тоже такая очень важная часть болельщики там со всякими плакатами табличками да так сказать это тоже как бы работает на имидж команды и на сцене конкурс это в общем ну классика и конкурс капитанов и разминка и там разные формы дуэли между командами это все было ну что касается шуток ну во первых у советских людей у студентов 60-х годов конечно в несравненно большей степени присутствовала самоцензура плюс довольно быстро около вокруг КВН стали вице комсомольские профессиональные комсомольские деятели эти товарищи компетентно подсказывали что вот тут лучше не шутить ну надо сказать что это время когда на советском телевидении начинается вообще такая довольно мрачная полоса это правление великого Лапина председателя гостелерадио когда множество было ограничений самого неожиданного свойства ну например вот готовясь к этой передаче я прочитал что было категорически запрещено появляться на экране с окладистой бородой потому что якобы это вызывало неконтролируемые ассоциации с Карлом Марксом и соответственно если такой человек говорил что-то там что можно было понять двусмысленно это бросало тень чуть ли на не на вечно живое учение ну вот Лапин такой о нем много воспоминаний сохранилось людей с ним работавших они довольны однозначно это такой вот цербер так сказать мощной собственной церберской жилкой не только по обязанности но что называется и по духу и по призванию удивительная удивительная конечно страна России Советский Союз просидишь в Советском Союзе коммунистическом как бы раю и тут к тебе заходит Петр Первый и говорит бороду рубить будем нельзя на телевидении да да но тем не менее вот там я-то не застал естественно этих первых КВНов но зато когда я я очень хорошо это помню когда в середине 80-х это начали возрождать мои родители люди родившись в 39-м году соответственно в середине 60-х был там по 25 пришли в совершенное я помню что мама была вся в пессимизме нет не может быть они не смогут этого повторить папа так сказать излучал сдержанный оптимизм прилипли к экранам первые показы а помнишь а вот это было так а вот это было не так и так далее и так далее то есть это действительно судя по поведению моих родителей 60-е годы это была чрезвычайно важная часть молодежного быта молодежного досуга молодежной жизни и пока КВН был жив это была одна из мощных важных форточек вот этой самой оттепели через которую поступал ну такой фильтрованный но все-таки свежий воздух задавай задавай нет я хотела знаешь я хотела еще вспомнить людей наверное игроков КВН которые впоследствии стали популярными ну конечно мне кажется сразу вспоминается Владимир Зеленский нынешний президент Украины и например Александр Филипенко папа Саша Филипенко актер известный он тоже вышел из КВН а кто еще вы знаете вообще судя по тому что вот в ранних КВНах в их организации в их проведении принимал большое участие студенческий театр МГУ да а через студенческий театр в частности МГУ прошло немало людей которые благодаря нему стали профессиональными актерами хотя учились на химических там каких-то других факультетах совершенно с актерской профессией не связаны то можно сказать что это да вот такая вот что называется путевка в жизнь дорога в жизнь да если говорить если говорить о тех кто вот из поколения филипенко то есть из первых КВНчиков ну Гусман конечно мною упомянутый Юлий Гусман и вы знаете что-то чье-то еще имя у меня крутится из тех кто угольник пушной шац лазаревый конечно там просто народа я устану перечислять но это КВН опять Василий это возрожденный вы имеете ввиду КВН да вот КВН который в 86 возродился да конечно я пытался вспомнить да у меня чье-то сидит как заноза не дает мне покоя еще кто-то из тех из первого из первого состава из этого господи да Голустян тот же да и сколько да нет там Александр Гудков вот в чате тоже стали вспоминать очень много иностранных агентов мы назвали сразу же да нет это сейчас сейчас-то множество но опять-таки надо понимать что возможности другие ведь когда КВН возродился и там довольно быстро пошли какие-то коммерческие лиги стали возникать да с КВН стали работать сверхпрофессиональные режиссеры у команд появились уж что греха таить целые коллективы авторов в этом во всем крутились довольно большие деньги а в 60-е годы насколько я понимаю это по тогдашним временам делалось весело бесплатно ну почти бесплатно на коленке да с таким вот комсомольским задором но это в принципе отличие одного времени от другого КВН в каком-то смысле тоже зеркало очень важное зеркало своей эпохи так я хочу перейти к теме которая меня очень интересует 150 лет как я понимаю с рождения историка Евгения Торле сегодня ровно да да сегодня ровно и в связи с этим у меня главный к вам вопрос который меня интересовал всю мою жизнь как вы считаете Торле был советским конъюнктурным историком которому довольно сложно двигать с точки зрения его научных работ или это настоящий крутой историк который из-под цензуры мог делать сильные исторические работы я сейчас постараюсь василия вам свое мнение по этому поводу представить но сначала давайте уточним в 51 году когда Евгения Викторовича пригласили в качестве приглашенного сверхштатного профессора читать лекцию в сравнительно недавно созданный институт международных отношений на первой лекции на которую сбежалось очень много народу потому что автор знаменитого уже знаменитого Наполеона Бонапарта пришел лекцию читать и кроме того слух бежал опережая его что он лектор совершенно потрясающий так вот Евгений Викторович начал лекцию такой фразы он сказал и запомните я не тарле а тарле я не француз я не француз а еврей сказал он в 51 году это было смелое высказывание потому что антисемитская компания уже перла в полный рост и в МГИМО тогда ни среди преподавателей ни среди студентов ни одного по крайней мере очевидного еврея просто не было значит что касается того что это был за историк это конечно самый что ни на есть настоящий историк исследователя до революционной школы давайте так сказать не будем забывать что он состоялся и приобрел ну вот академиком конечно он стал уже в конце 20-х но профессором он стал если не ошибаюсь еще до революции и с этой точки зрения это такая очень добротная очень тщательно привыкшая работать с источниками очень обдумывающая и отделывающая каждое слово школа но предлагаемые обстоятельства в которых оказался и сам Евгений Тарли и все советские историки они были таковы что человек который вообще попытался бы не обращать внимания на время которое на дворе он просто не выжил бы ну либо буквально скорее всего либо уж как историк точно совершенно работал бы исключительно в стол сначала это 20-е годы это абсолютное господство и торжество так называемой школы Михаила Николаевича Покровского вульгарный марксизм когда все подается исключительно с точки зрения так сказать классовой борьбы и в ее довольно убогом понимании а 30-е годы просто уже наступившее засилие цензуры 30-е годы начнутся с так называемого академического дела важным элементом которого будет дело историков и у людей будут неприятности разного калибра но в любом случае неприятности собственно говоря вот эту самую наверное знаменитую по сей день свою историческую работу биографию Наполеона Тарли пишет как он признавался жене по приказу больших людей по сути как я это понимаю он вот этой вот работой сдавал своеобразный экзамен вот он должен был написав биографию Наполеона пройти между Сциллой и Харибдой причем я бы сказал там несколькими Сциллами и полудюжин и Харибд чтобы получилось и убедительно и лояльно и показать да я вот твердо стою на рельсах исторического материализма я историк марксист но с другой стороны продемонстрировать там и знания иностранных источников и все прочее чего в Наполеоне очень много вообще он был говорят Евгений Викторович я знал одного человека довольно близко знал человека который у него ему учился вот такой Владлен Сироткин доктор исторических наук вот и он рассказал он любил очень рассказывать вспоминать о том как Тарли у них читал он рассказывал что там ему могли задать вопрос например на семинаре или на лекции что-нибудь по русско-французским отношениям вопрос весьма специфический какой-нибудь такой очень требующий детального знания Евгений Викторович сходу начинал на свободном французском цитировать чуть ли не документ значит чуть ли не текст документа с точностью до запятой да совершенно обладал феноменальными знаниями феноменальной памятью вот это все Тарли сумел объединить и да конечно разумеется надо делать скидку на время как не делать когда мы читаем там его работу нашествие Наполеона в Россию надо понимать что она написана в разгар Великой Отечественной войны надо понимать что ее идеологическая цель была совершенно определенная кстати я думаю что тут Тарли не испытывал никаких так сказать колебаний я думаю что это вполне совпадало с его личными убеждениями показать что патриотические силы народа разбужены иностранным вторжением да ничем другим не могут закончиться кроме как полным так сказать изгнанием и поражением неприятеля с этой точки зрения да конечно он абсолютно советский историк вы знаете сегодня я тут некоторое время назад попробовал перечитать одну из работ Тарли тоже одну из известных его работ континентальная блокада не смог несмотря на в общем некоторую подготовку чтения исторической литературы не смог вот отвыкли мы уже очень очень обстоятельно очень очень детально очень очень наукообразно вот эта вот школа умевшая самый интересный самый увлекательный исторический сюжет преподнести так тяжеловесные обстоятельства что скулы сводят уже на третьей странице в этом смысле это такое не самое может быть радостное впечатление мы сегодня все-таки привыкли к историкам другого плана историкам умеющим рассказывать живым языком тут конечно памятник себе воздвиг нерукотворный Натана Эдельман с которого в значительной степени начинается но вот человек который показал что можно о серьезных исторических сюжетах говорить вот не обязательно так как будто ты гвозди заколачиваешь я вот хотел у вас спросить в связи с этим потому что мы единственную его работу проходили в школе как это неудивительно это Крымская война у нас тогда был довольно крутой преподаватель истории в школе который нам ну как бы высказывал это как мнение это же я думаю одна из главных спорных его работ с моей точки зрения конечно же потому что он говорит о том что Крымская война это дипломатическое поражение России а на военном поле на земле так называемая Россия могла бы в долгу еще много-много лет воевать против объединенного Запада ну это скорее всего так потому что на самом деле когда мы сегодня говорим о Крымской войне мы концентрируемся на Крыме ну понятно потому что там самые громкие самые знаменитые боевые действия шли именно там были французы англичане но мы забываем про то что у Крымской войны было еще два театра военных действий балканский и кавказский и вот там-то боевые действия шли совсем не так печально да и поэтому да падение Севастополя это безусловно очень драматичное и для многих русских людей такое знаковое в той войне событие но если говорить о физической возможности продолжать войну ну конечно она была и памятник респекту уважуха и все остальное Александру Николаевичу вновь заступившему и приступившему к исполнению обязанностей российского императора что он не стал это доказывать жизнями десятков тысяч солдат и офицеров а просто согласился с тем что да вот здесь обделались над по возможности с минимальными потерями из этого выходить и заниматься перестройкой всего начиная можно сказать с фундамента да я думаю что все спасибо вам огромное было очень интересно особенно последняя часть мне вот последний вопрос мне был важен ну хорошо люди кстати больше всего конечно откликнулись на тему КВН ну конечно вспоминают зрители ну естественно кто из тех кто сегодня смотрит наш с вами эфир лично знал Евгения Викторовича Тарли я уже не говорю президента Кливленда а КВН тех кто смотрел КВН в конце 60-х годов ну я надеюсь что у экранов так сказать компьютеров немало поэтому естественно конечно вот два комментария рядом Ольга читала конечно Тарли а второй Олег я был ведущим игр КВН в нашем городе в нулевые кстати про КВН хотел вам сказать вот у нас настолько не существует студенческого спорта в нынешней России на уровне даже Советского Союза про Америку даже говорить не хочу но в реальности КВН это единственное что осталось среди да каких-то университетских соревнований это доказательство того что если очень-очень захотеть можно в России выстроить любую систему соревнований потому что КВН только доказывает потому что почти у каждого университета у каждого у каждой даже шара я бы сказал есть своя команда КВН и я хочу сказать вернуться к тому с чего мы начинались уже таковы что еще так сказать ценность его заключается в том что в отличие от других всяких трехбуквенных аббревиатур это было действительно абсолютно снизу возникшее явление да а не очередная инициатива ЦК комсомола к очередному съезду значит или пленуму ЦК партии да вот это конечно тоже добавляет ему что называется шарма ну что с праздником сегодня в общем-то праздник да сегодня это наверное немцев надо хотя да если мы немцев несомненно с праздником немцев несомненно с праздником да но я считаю что для меня например это тоже праздник потому что это один одна из важных век вот того процесса который я очень хорошо помню я его застал уже взрослым человеком который для меня означал вот постепенное движение в сторону ну, той свободы, которой мы, в общем-то, пользовались на протяжении некоторого времени. Можно я несколько вот прямо фактов для... Конечно, Марфа, вы же хозяйка передачи. Забыли о том, что стену построили, ну, ее начали строить, понятно, что нельзя было это все сделать в один день, начали строить летом 61-го года. Протяженность, общая протяженность стены была 106 километров, высота почти 4 метра. Было несколько... 302 сторожевые вышки. Кстати, вот не знаю, успеем ли мы сегодня, но много разных и в том числе трагических историй происходило около этих вышек. Ну, и, конечно, не могу не напомнить всем, что Берлин был как раз полностью разделен стеной. И, опять же, все обычно и события, и потом литература, фильмы, кино, которые наверняка наши зрители смотрели, всегда, если присутствует стена или все события разворачиваются вокруг стены, то это именно берлинская стена. Все, Алексей Валерьевич, вам слово. Давайте, наверное, с самого начала, с Азов начнем. Ну, с Азов начнем. Давайте объясним, напомним, каким образом сложилась такая, в общем, парадоксальная ситуация, когда посреди социалистической, на всю голову, Восточной Германии, Германская Демократическая Республика, существовал на протяжении всей ее истории полувековой, существовал такой вот анклав западного мира, западный Берлин, который пользовался особым статусом. Это не была часть Федеративной Республики Германия, это был, ну, такой в средневековой терминологии вольный город. Значит, по соглашениям, которые союзники в конце войны и после окончания войны, значит, наметили в Ялте, детально утвердили в Потсдаме, по соглашениям между союзными государствами, Германия, как и Австрия, кстати говоря, были после войны разделены на четыре оккупационные зоны, и в этих зонах союзные администрации должны были осуществлять согласованную политику по деноцификации, деморитаризации и еще там нескольким дэм в отношении бывшей нацистской Германии. Ну, а дальше заканчивается сравнительно короткий период союзничества, все больше и больше дает о себе знать то, что назовут холодной войной, железный занавес, и в конечном итоге диаметрально разойдутся понимания пути, значит, по которому Германия должна идти после войны, и в результате возникнет сначала бизония, такое забавное для русскоязычного уха государственное, полугосударственное образование, затем тризония, ну и в конечном итоге, хотя еще не было провозглашено государство, но по сути возникнет западная Германия, про-западная, про-американская, про-британская, и восточная Германия, про-советская, между которыми, впрочем, не было такой вот жесткой границы, ну была демаркационная линия между зонами, да, эта линия охранялась там на определенных пунктах, но она была в принципе вполне проницаема. И вообще надо сказать, что первые полтора десятка лет после окончания войны, вот это вот проницание в обе стороны, из восточной Германии и в западную, и наоборот, было, в общем, насколько я понимаю, довольно высоким, высокой степени. По крайней мере, вот по сегодняшним оценкам, за эти 15 лет в обе стороны проследовало порядка трех с половиной миллионов немцев. Около трех миллионов, считается, переселилось из восточной Германии в западную, около полумиллиона из западной в восточную. По самым разным причинам. Тут и воссоединение семей, тут и идеологический выбор, тут, конечно, и имущественный выбор, потому что к концу войны западная Германия, ну, в общем, меньше пострадала именно от военных действий, да, если восточная лежала практически в руинах, то в западной не так много было районов, которые были сильно разрушены. Ну, впрочем, бедность и там была совершенно чудовищная. Я общался довольно плотно, был такой период в 90-е годы, с человеком, который родился во время войны в 43-м или 44-м году немцем. И он, вспоминая свое детство, послевоенное, говорит, что вот в конце 40-х было очень голодно и очень бедно, и так далее, и так далее. Вот. А потом потихонечку начал действовать вот этот вот согласованный союзниками план Маршалла против, или Маршалла, да, план Маршалла, наверное, правильно говорить, который Советский Союз категорически не принял, и, собственно, это одно из главных расхождений. И в результате в Западной Германии начинается то, что потом назовут немецким чудом, немецким экономическим чудом. И, в общем-то, разница в уровне жизни довольно быстро даст о себе знать. Уже в 50-е годы средний житель Западной Германии жил, ну, в бытовом, по крайней мере, отношении, лучше, чем среднестатистический восточный немец. Поэтому, конечно, тоже для многих людей было основанием мигрировать в Западную Германию. Вообще там интересно все было. Я хочу сказать, что поскольку в Восточной Германии проводились определенные социальные реформы, и некоторые из них были более радикальными, чем в Западной Германии, ну, например, в отношении бесплатного образования, то некоторые западные немцы ехали в Восточную Германию, учились там бесплатно в технических училищах, в университетах, получали образование, потом возвращались очень довольные собой. То есть существовал такой, до поры до времени существовал такой консенсус. Хотя Германия разделена, но восточная и западная марки свободно, так сказать, обмениваются, да, можно ездить за продуктами и товарами туда-сюда. Собственно, я так понимаю, что это дело не в каком-то благодушии или добродушии, а до 61-го года выстроить стену означало бы очень сильно навредить восточно-германской системе железнодорожных сообщений. Просто-напросто это ее разрубило бы на части вот эта стена. А в 61-м году построили большое кольцо железнодорожное вокруг Берлина, и эта проблема стала решаемой. Вот тут-то как раз восточно-германские власти и начали просить советскую сторону, а вот разрешите, пожалуйста, мы не справляемся другими способами, нужно что-то физически воздвигнуть на этих самых границах. Вот оно и получилось. Вот я про сторожевые вышки говорила, тоже хотела обратить наших зрителей на это внимание. С этих вышек как раз охрана, ГДРовские сотрудники, не знаю, чего именно они были сотрудники. Пограничные службы. Это пограничные службы. Да, погранцы, как это сейчас. Погранцы сейчас. Это все-таки сотрудники ФСБ. Ну вот я поэтому не понимаю, кому их отнести. По-моему, они подчинялись армии. По-моему, это армейская структура. В общем, пограничники. Есть разные данные о количестве погибших как раз во время попытки побега. Ну вот BBC со ссылкой, опять же, на разные исследования сообщает, что за время существования стены было убито больше 1200 человек. Тут интересно, что в Большой советской энциклопедии всегда писали, что при попытке пересечения границы погибли 192 человека. А вот, например, тоже случай был в 1966 году. От 40 выстрелов пограничники ГДР застрелили. От 40 выстрелов погибли двое детей, 10 и 13 лет. Ну, опять же, все эти, мне кажется, многие попытки побегов описаны и в литературе, и в различных фильмах. Я встречал все-таки чаще всего цифру, где-то крутящуюся вокруг 200 человек. Но я так понимаю, что точные цифры для того, чтобы они были опубликованы, нужно получать, видимо, какой-то документ. Я так понимаю, что единственная служба, которая могла вести такой учет, в том числе и физически могла его вести, это служба безопасности Восточной Германии. Соответственно, вот их документам я бы, внутренним я бы верил больше всего. Документ штази был, нашли его в 2007 году, письменный приказ, датированный 1973 годом, предписывающий стрелять на поражение по всем беглецам без исключения, включая детей. Ну вот, когда был суд над Хонекером, у нас во время с Сергеем Бундманом была передача в программе не так посвященная этому процессу. В частности, там один из главных вопросов, который, собственно, возникал, это вот наличие такого приказа. Отдавался ли приказ на уничтожение всего живого, что пытается, значит, выбраться из Восточного Берлина. Вот, надо сказать, что попытки воздвигнуть некую стену вокруг Берлина предпринимались и раньше. Ну, например, берлинский кризис 1948 года, когда, как я понимаю, там не произошло чего-то такого вот одномоментного, да, Берримор, кто это выл всю ночь на болотах? Извините, сэр, накопилось. Так вот, у советской власти, по-моему, у товарища Сталина, возможно, лично накопилось все вот этот вот план Маршала, все вот этот вот очевидный дрейф западной Германии в сторону, значит, еще не созданного блока НАТО и так далее, и так далее. Ну, и в результате была осуществлена, точнее, была осуществлена попытка воздушной блокады, не так, была осуществлена попытка наземной блокады западного Берлина, то есть были перекрыты все пути, так сказать, все потоки для транспорта, продовольствия и других товаров, а западный Берлин, в общем, довольно сильно еще зависел от вот этой вот внешней помощи западной Германии. Ну, и тогда американцы, их союзники, включая, по-моему, Австралию и Новую Зеландию, участвовали в этом, организовали воздушный мост. Есть фотографии, как на западно-берлинском аэродроме садятся один за другим вот эти вот грузовые большие самолеты, которые привозили все там от оборудования и заканчивая жвачкой и какими-то другими мелкими потребительскими радостями. Так что не вышло, пришлось в 1949 году, после нескольких месяцев его существования, эту блокаду снимать. Ну вот, соответственно, решили построить забор в физическом смысле этого слова. Интересно, насколько вообще есть Южная и Северная Кореи, развивается одно государство и каким-то образом существует другое. У тебя точно так же есть одна Германия, и ты можешь посмотреть, как она трансформировалась и во что она превратилась за вот этот вот период. И у тебя есть другая Германия, в которой даже и архитектура, да и все кажется несколько иным. Такие два мира, и можно даже понаблюдать, какой тебе нравится больше, какой тебе ближе. Удивительное просто... Какой-то удивительный социальный эксперимент. И вы знаете, Валдий, мне кажется, он гораздо более интересен по своим результатам, чем то, что творится на Корейском полуострове, потому что разделение Корей на сегодняшний, по крайней мере, момент, когда Южная Корея уже представляет собой демократическое цивилизованное государство, она не всегда такой была, давайте вспомним. Он такой очень полярный, да, вот понятно, что это зло, а это не зло. Не скажу добро, но, по крайней мере, не зло. Что касается Западной и Восточной Германии, в тот период, который я помню, то есть, ну, вот последний период, последние десятилетия, 80-е годы, вот я бы сказал, не так все однозначно, и сужу я не столько по своим ощущениям, сколько по сегодняшней, по-прежнему существующей реакции немецкого населения. У меня несколько есть товарищей, таких профессиональных германистов, которые следят за немецкими новостями, немецкой социологией и прочее, прочее. Я-то сам-то нет. И они мне говорят, что вот эта вот ностальгия не только старшей части, части ГДРовского населения, но и у определенной доли немецкой молодежи, а вот что вы нам рассказываете, а вот в ГДР было, это бесплатно, это бесплатно, это хорошо, преступность была на низком уровне, там то было, ну, собственно, то, что и мы сегодня видим у нас в стране, когда немалая часть людей студенческого возраста вдруг начинает нам, жившим в Советском Союзе, рассказывать о том, как там было. Как люди квартиры получали, как машин была там у каждого первого и так далее. Хотела бы не про последствия сразу, а еще вернуться к нескольким интересным историям. Вот, надеюсь, сейчас наш режиссер сможет показать фотографию. Это фотография из знаменитой булочной, которая находилась на западе Германии. Из нее на протяжении нескольких месяцев те, кто находился на западе, рыли туннель до восточной Германии. И это был один из самых, наверное, известных побегов в истории ГДР, потому что удалось с собой забрать, ну, сейчас несколько десятков человек, если быть точной, 57 человек смогли через этот туннель, через булочную, которая находилась в западной Германии, убежать по другую сторону от стены. Но вот тоже, мне кажется, важное явление тех времен, о котором я хотела поговорить. Тогда о существовании этого подкопа узнал стукач и правоохранительным органом из ГДР пожаловался. И там началась перестрелка. Слава богу, погиб только один человек. Остальным все-таки удалось выбраться. Но вот эта тема стукачества, мне кажется, мы даже уже начинаем. Слушайте, ну, даже... Она тоже, ну, это тоже такой один из, не знаю, плодов существования вот этой вот системы в ГДР. Вы знаете, Нарв, не могу вот так вот слет согласиться. Дело в том, что информирование властей о неблаговидном поведении отдельных граждан это вообще часть немецкой культуры. Не скажу за всю заводную Европу, но в немецкой культуре, вот вы говорите стукачество, стукачество, в немецкой культуре законопослушные граждане воспринимают как норму то, что если я узнаю о том, что власти не одобряют, а кто-то делает, я, так сказать, властям об этом сообщу, и я хороший человек. В нашей стране с ее, скажем так, особенными традициями вот этого самого действа стукачества у нас какое-то такое амбивалентное отношение. А для западного человека полицейского проинформировать... В данном случае я немцев всех отношу к людей западной, с европейской ментальностью. Проинформировать полицейского никакое не стукачество. Но вообще, если мы с вами вспомним, наверное, самое известное литературное произведение, посвященное западной, восточной частям Берлина и действиям разведок и так далее, это повесть Джона Лекаре, шпион, который вернулся с холода, там же все это прекрасно описано. И как восточно-германские службы безопасности устраивали такие вот и ловушки, и ложные, так сказать, цели, на которые летели с запада мотыльки, агенты и прочее, и прочее. Все это хорошо там описано. Ну, просто качество. Я все-таки добавлю еще. После того, как стена пала, понятно, что не сразу в 89-м году, но были же восстановлены документы, которые как раз хорянились в службе безопасности в штазе. И сейчас к этим документам есть открытый доступ, есть архив в штазе. Я сама там бывала, на съемках бывала. Для этого нужно, на самом деле, заполнить небольшое заявление. И тебе предоставят документы, которые, например, касаются твоей семьи. И вот я тоже для съемок общалась с людьми, которые после падения узнали из этих архивов штазе, что их соседи, их родственники на них стучали. Ну, а у нас что происходило в 50-е годы после 20-го съезда? У нас Довлатов, извините меня, пожалуйста. Про 4 миллиона доносов-то, да? Нет, ну, разумеется. Но я имею в виду, а что Довлатов вспоминает? Давайте вспомним реальную историю. Собственно, Довлатов, конечно, на нее и опирался, это понятно. Когда две страны, та, которая сидела и та, которая сажала, наконец встретились лицом к лицу после 20-го съезда. Да, тоже люди тогда знакомились с делами, касавшимися их погибших родственников, их самих, если им удавалось пережить и дожить. И много интересного узнавали, в том числе о том, кто написал, кто подписал, кто, так сказать, мотивированно информировал и прочее. Тамара пишет. В момент слома стены я находилась в Западном Берлине в театре... Помоги мне, пожалуйста, Мара. Театр Дес Вестонс. И смотрела мюзикл о том, что будет, если не будет стены. Интересное вообще, наверное, переживание. Ты смотришь мюзикл про то, что не будет стены, и вот стена падает. Опять же, много сообщений у нас в чате. Например, Вова пишет про день, опять же, падения стены. В штазе тогда, наверное, бумагу не успели сжигать. Тут же отвечает другой наш зритель. Это легенда, рассчитанная на дурачков и просточков. В штазе не сжигала ни одного значимого документа. Так она не сжигала. Я видела эти документы. Их через, как это называется? Шредер. Шредер, да, пропускают. И там же возникла целая новая профессия. Просто с этими людьми тоже общалась, которые на протяжении нескольких лет склеивали по кусочкам все эти документы. Я могу вспомнить такой вот связанный с как раз осенью 89-го года момент. Я учился в институте в языковой группе. Она состояла всего из трех человек в нашем случае. С болгарином и восточным немцем. И вот как раз последний наш семестр, последний год, наш пятый курс, 89-й, 90-й, первая половина года у нас практика с отрывом от учебы. И ребята, которые, так сказать, были иностранцы, а у нас их было очень много, половина студентов МГИМО тогда были представители, как говорил, стран народной демократии. Так вот ребята из этих стран, они уезжали на практику к себе домой на родину, а потом на второй семестр, на последний, на экзамены, на выпускные, они возвращались в Москву. И вот, собственно говоря, где-то там в январе 90-го года возвращается мой Томас, мой товарищ восточно-германский. И я к нему, Томас, ну здорово, стена, а Томас, смотрю, какой-то нерадостный. Вот, я говорю, ты чего такой? Он говорит, ну ты знаешь, посмотрим вообще, что из этого выйдет, потому что да, с одной стороны хорошо, конечно, а с другой стороны, боюсь я вот того, что сейчас из вот этих двух довольно разных стран будут делать одну, и что из этого получится, и насколько удастся сгладить и разницу в мировоззрении, и разницу в привычках, которая, в общем, за полвек сформировалась определенная немецкой культурой, ну не радикально, но немножко подразошлись. Вот, вот это все. Ну и он оказался прав, потому что действительно мы же видим, что несмотря на титанические усилия, которые были приложены к тому, чтобы объединение Германии прошло как можно больше, как можно более безболезненно, тем не менее разъединение чувствуется до сих пор видно, хотя по результатам голосования в тот же самый парламент немецкий, когда мы видим, что на Западе и на Востоке, скажем так, радикальные партии совершенно по-разному имеют совершенно разную аудиторию и поддержку. Вы упомянули два важных слова. Деноцификация и демилитаризация. Мы в последние два с половиной года достаточно часто оперируем этими терминами, но действительно ли они пошли вот из-за той эпохи? Мы знаем тоже, наверное, что Германия, для человека, из-за которого эти слова вошли в наш обиход, она тоже страна не случайная, проработал он там достаточно много в молодости. Но оттуда ли он это принес? Оттуда ли он это вытащил? Нет, но это абсолютно официальные термины, которые звучали в решениях союзнических конференций, в том числе подсдамской конференции. 4Д, я сейчас слета уже не упомню, еще две, но среди них демилитаризация и деноцификация. Действительно, лица, которые имели отношение к государственной службе в годы нацистского режима, проходили определенную проверку. Другое дело, что поскольку невозможно поменять народ, у нас тоже некоторые горячие, на мой взгляд, довольно пустые головы, мечтая о будущем, кричат люстрация, люстрация, а работать-то кто будет интересен? Поэтому и рядовые сотрудники полиции, например, многие опять оказались на единственно знакомой им службе. И работники всех, так сказать, ведомств, ну, за исключением совсем одиозных типа РСХА, хотя и там, я думаю, некоторые, так сказать, потом тихонечко-тихонечко вернулись на свою службу по линии безопасности. А вот что касается обычной госслужбы, и армии, кстати говоря, так, конечно, кем их заменить-то было? Они тоже, так сказать, потихоньку-потихоньку вернулись к исполнению тех обязанностей, которые умели исполнять. Поэтому, конечно, там много высказывалось всяких по поводу той же деноцификации, высказывалось претензий. А что касается демилитализации, она заняла очень недолгое время, потому что очень быстро с обеих сторон начали воссоздавать германскую армию. Причем я хочу сказать, что вот если вы посмотрите, погуглите, например, форму ГДРовской армии, то для человека, много смотревшего фильмы о войне, как я в свое время в детстве, так вот немножко вздрагиваешь, когда видишь ГДРовских офицеров в форме, ну, очень напоминающей форму верны. Я когда учился в школе, школа моя находилась у метро парк культуры, и я шел в школу пешком при хорошей погоде, а навстречу мне из метро в противоположном направлении шли слушатели Академии имени Фрунзе, среди которых были, разумеется, офицеры, значит, народной армии ГДР. И вот так некоторое такое, да, иной раз вздрогнешь, идут два таких ганса-фрица, да, и это самое. Так что, кстати говоря, еще одна причина, по которой некоторое количество западных немцев двинулось еще до возведения стены в восточном направлении, заключалось в том, что в Западной Германии в первой была восстановлена обязательная военная служба по призыву, по-моему, то ли в 55-м, то ли в 56-м году, а ГДР ответный ход сделала только в 60-м или 61-м. То есть вот в эти пять примерно лет те молодые люди, которые хотели уклониться от призыва, они в частности, могли сделать это в восточной коммунистической Германии. А что еще толкало? Подождите, я 2D еще хочу добавлять, потому что тоже зрители спрашивали. Декартализация и демократизация тут на самом деле. Да, ну демократизация, вообще я сам мог бы додуматься, конечно. Декартализация, совершенно верно, ликвидация системы монополий, которая сложилась окончательно при Гитлере, все вот эти вот крупы, фарбин индустрии и прочие гиганты, которые, собственно, Гитлеру дали возможность вести мировую войну. Алексей Валерьевич, а почему бежали люди? Почему были готовы рискнуть жизнью? Вы уже упомянули, что кто-то от обязательной воинской повинности, а еще что толкало людей на этот шаг? Ну вы знаете, я не знаю, я не с одним человеком, который когда-то пытался или там всерьез готовился перебраться, не беседовал, я имею в виду из немцев. Не знаю, что двигало, думаю, что в каждом конкретном случае какие-то свои варианты. Кто-то, возможно, чувствовал, что прийти скоро могут по каким-то соображениям за ним, и поэтому действительно бежал. А кто-то таким образом, возможно, недооценив сложность и опасность этого предприятия, просто хотел выбрать, как ему или ей казалось, лучшую жизнь и перебраться в западную Германию. Думаю, что у всех были свои причины. Ну вот с теми, с кем я общалась, это правда было лет 10 назад, тоже они рассказывали там и свои истории, и истории знакомых, что многие бежали к родственникам и родным, потому что в 61-м году стена разделила не только две Германии, но зачастую разделяла целые семьи. Кто-то остался в Западной Германии, кто-то в Восточной. У меня, например, была очень трогательная история, тоже для одного документального фильма. Общалась с двумя близняшками, которые попали в детский дом, и в результате оказались разделены стеной. Одна выросла в детском доме в Восточной Германии, другая в Западной Германии, но потом после падения стены они воссоединились, и это такая очень попсовая история в немецких СМИ, про них уже и книжку написали, мне кажется, ни один фильм сняли. Так что вот такая вот история. Кстати говоря, конкретный пример семьи, которая перебралась с Запада на Восток, семья Ангела Меркель. А, да, кстати. Ей же, по-моему, три годика было, она родилась в Западной Германии, три или что-то в этом роде, совсем ей немного было лет, когда они переселились по идейным соображениям, я так понимаю, ее родители переселились в Восточную Германию, и она выросла там пионеркой со всеми полагающимися этому состоянию атрибутами. Еще, конечно, мы не можем не упомянуть Горбачева, тем более мы вчера как-то его с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым тоже получилось, что вспоминали в последнем часе, ну и вот для меня, для человека, который прожил энное количество лет в Германии, меня всегда удивляла разница в отношении к Горбачеву у меня дома, у меня в России, там то, что даже у меня обсуждалось, не знаю, на кухне, среди родителей, родных, и абсолютнейшее почитание Горбачева в Германии. Я не вижу ничего удивительного, по крайней мере, во второй части, то, что для немцев Михаил Сергеевич, это человек, который, ну, сделал возможным воссоединение Германии, это естественно, так оно, собственно, и есть на самом деле, это больше, чем факт, поэтому, то, что немцы его всячески почитают, мне кажется, это абсолютно естественно. Ну, это для нас с вами естественно, мы как бы знаем о том, какой вклад он сделал в разрушении и в падении этой стены, а мне кажется, не все россияне, вот уж точно, тоже в курсе. Более того, я скажу, что наш с вами Марфа отношение к Михаилу Сергеевичу разделяет подавляющее меньшинство наших сограждан, ну, у меня с нашими согражданами и других точек расхождения довольно много, я спокойно к этому отношусь. Я считаю, что Горбачев один из величайших деятелей, по крайней мере, второй половины 20 века в мировом масштабе, и что нашей стране, при всех его безусловных ошибках и даже отдельных преступлениях, что нашей стране он сделал гораздо больше хорошего, чем плохого. Никому свою точку зрения не навязан. Вы уже упоминали Гансов, Фрицев, есть такой один забавный мем, где двое эсэсовцев в военной форме, и один другому говорит, Ганс, мы что, злодеи? Такое осознание приходит. Вас хочу спросить, Алексей Валерьевич, когда к немецкому обществу пришло осознание, что они стали, общество стало соучастником страшного преступления? Ой, очень трудный вопрос, я не знаю, для этого действительно надо быть германистом, таким квалифицированным. Я не могу сказать, в какой именно период это произошло, но собственно, в Восточной Германии это всегда было, вот с момента, когда Восточная Германия более-менее оформилась, понятно, что это было частью, важной частью ее, так сказать, идеологии, антигитлеризм, антифашизм, антинацизм, это ясно. Что касается Западной Германии, думаю, что этот процесс шел несколько сложнее, не так линейно, но ведь союзники на самом деле тоже в этом отношении совершенно последовательно проводили линию. Так что на словах это было всегда, с момента, как закончилась война, а вот именно осознание глубокое, которое действительно большинству немцев пришло, не берусь сказать, думаю, что это где-то 50-х, вторая половина 50-х, начал 60-х, да, ну вот лет 10-15 после войны, вот такое некоторое отстранение, когда уже стало получаться, господи, что же вы натворили. что, как вы, будучи совсем молодым человеком или, может быть, даже юным из Советского Союза, из Москвы смотрели на ГДР, это было что-то для вас тоже чем-то недостижимым и то, к чему вы тянулись, или все-таки было понимание, что ГДР, я не знаю, Советский Союз равна. Вы знаете, ну вот поскольку я дружился в течение пяти лет с моим немецким товарищем, человеком вполне таких, ну, умеренно коммунистических убеждений, да, так сказать, как и мы все тогда, собственно говоря, я же тоже никогда оппозиционером в Советское это время не был, для нас это был, ну, как вам сказать, улучшенный в бытовом отношении вариант все. Все знали, да, что в Восточной Германии, все знали, что в Чехословакии, может быть, в чуть меньшей степени в Венгрии, в еще меньшей степени в Польше, некоторая, по крайней мере, на уровне там товарном, да, некоторая более благополучная ситуация, чем в Советском Союзе, поэтому сложившаяся система иностранного туризма в Советском Союзе, она ведь, помните, там стадии были такие, сначала ты должен поехать куда-нибудь совсем нашу, в какую-нибудь 16-ю республику, там, Болгарию, например, да, если ты из Болгарии приезжал нормально, с нормальными характеристиками, не было у тебя тревожных сигналов, дальше тебе разрешали съездить подальше, Чехословакия, ГДР и так далее, а вот если и там было все хорошо, и, так сказать, по твоей там линии была такая возможность, дальше уже можно было вести какой-то осторожный разговор о капстранах. Вот такой вот улучшенный витринным вариантом Советского Союза мне ГДР и виделось, но вы знаете, Марк, так получилось, что несколько раз побывав в Германии, после уже распада Советского Блока, я умудрился ни разу не попасть в ее восточную часть. Меня как-то все время заносило в Германию Западную, не знаю, это причем никак не связано с моей волей, нежеланием ехать бывший ГДР. Нет, ни в коем случае, я с удовольствием побывал бы в Берлине. Ну вот, видите, какая опять фигня. А что, я не знаю, что привозили из ГДР опять же в ваше время? Вы знаете, конкретно из ГДР я не очень помню. Я там с легкостью, дело в том, что мои родители по их работе в Германию не ездили. Мама все время ездила во Францию, поскольку она была специалистом по французскому искусству. А то есть маме больше повезло на самом деле, чем советской гражданке, у которой была... Ну, в этом смысле у нее нетипичные были отношения за границей, безусловно. Она ездила во Францию на французские театральные фестивали, там, по-сказски, всякими другими событиями в культуре, связанные отношениями. Вот. И я очень хорошо помню, маленькие, естественно, что она привозила из Франции, но что именно везли из Восточной Германии, это, я думаю, вам сейчас скорее люди накидают вот в комментариях, чат туда. Я знаю, что везли советские офицеры, их жены, возвращающиеся после службы. Я тоже мейсоновский фарфор. Вот. Я думаю, что у многих до сих пор где-нибудь в коробках, где-нибудь на даче, на чердаке эти самые сервизы догнивают, скажем так. А что везли как бы обычные туристы, не могу вам сказать. Думаю, что одежку какую-нибудь. Да, пишут обувь, косметику, одежду, технику. Ну, видимо, с джинсами все было получше. имейте в виду, что ведь в Москве, например, был магазин Ляйпциг, который какое-то время, как и все эти магазины, да, как и там польская мода, как и ядран и так далее, они какое-то время все-таки действительно торговали товарами вот этих названных стран, да, поэтому кое-что из гдр-овской продукции в Москве, например, можно было купить, ну, со сложностями, разумеется, очередями, там, как говорится, через завсклад, через директор магазин, да. Вот. Пишут, кому чего не хватало, то и везли. Гдр-овцы, это как раз о чем я вас спрашивала, считались богатыми по сравнению с нами, а для фрг-шников как раз гдр-овцы были бедными нищими. Считаю также, что в гдр-овцы выпускали красивые куклы для девочек от миниатюрных карманных пупсов до напоминающих настоящего ребенка, поэтому этого говорят, что у советских школьников и подростков самым популярным увлечением было коллекционирование металлических моделей автомобилей, вагонов и тепловозов. Железные дороги, конечно, 16 миллиметров, 12 миллиметров, ну что вы, вот эти гдр-овские совершенно упоительные, конечно, железные дороги, это люди моего возраста могут бесконечно вспоминать, и я в том числе. Мы вообще да, вызвали какую-то ностальгию в чате, потому что все вспоминают и про фарфор, и про джинсы, и про колготки, вот про колготки уже вижу не одно сообщение. Мне кажется, бытовые вещи, они поэтому так и запоминаются, так и трогают. Конечно, вы знаете, я уверен, что вообще будущее за музеями быта, ну, это естественно, человека должна все-таки гораздо больше, чем политическая история, интересовать в отношении его предков именно история бытовая, да, вот, а вот у моей прабабушки на старой пожелтевшей фотографии, в руках вот такая же, я не знаю, такой же театральный бинокль, как вот тот, который лежит, значит, сейчас на витрине. Это же удивительно мило, ну. Да, это действительно так. Можем про падение начать? как принималось решение, что этому предшествовало, с каким настроением тогда за этим наблюдал, наверное, весь мир? Вы знаете, ну, если говорить о том, что стало первым ветерком, первой ласточкой, то это, пожалуй, событие в Венгрии, которое в определенный период времени, если не ошибаюсь, это было еще лето, по-моему, август 89-го года, первой из социалистических стран, ну, не берем Югославию, у нее всегда была отдельная особая позиция внутри социалистического блока, да, она как бы не вполне в него входила, вот, а если брать вот эту вот классическую, так сказать, европейскую часть, то Венгрия первая открыла венгерско-австрийскую границу, и через нее, кстати говоря, ломанули в том числе и ГДРовцы, которые через территорию Чехословакии приезжали в Венгрию, оттуда в Австрию, и там кто-то к своим родственникам, кто-то просто на совсем западную Германию и прочее, прочее. А дальше восточно-германское руководство лихорадит, потому что они понимают, что ситуацию не удержать, ну, собственно, в это время лихорадит руководство всех соцстран, да, все они понимают, что, в общем, похоже, что проект закрывается, да, весь вопрос, как закрывается и когда конкретно он закроется. Меняется руководство социалистической единой партии Германии, уходит в отставку Хонекер, приходит на его место Эгген Крэнс, и дальше, ну, вот, обычно события 9-го числа описывают, как некоторый такой, даже нетипичный для Германии, некоторый такой вот бардак, да, когда было принято решение о либерализации пограничного режима, но один из руководителей, первый секретарь берлинского, значит, не знаю, обкома, горкома, как он у них там назывался, он на пресс-конференции озвучил это решение несколько раньше, чем было все готово, что называется, к этому озвучанию, и в результате все прошло несколько хаотично, потому что начали собираться масса людей требовать от пограничников, значит, чтобы их пропустили в западный Берлин, пограничники ссылались на то, что у них никаких внятных указаний по этому поводу нет, вот этот самый Гюнтер Шабовский который был партийным боссом в западном Берлине, значит, за ним гонялись журналисты, объясните Гюнтер Шабовский, что, собственно, происходит и так далее, в общем, слава богу, обошлось без большого кровопролития, потому что в таких ситуациях иногда нередко, к сожалению, случаются совершенно незапланированные, но ужасные при этом вещи, да, толпа попрет на солдат, солдаты больше с перепугу, чем выполняя приказ, начнут давать очереди, как им кажется, над головами, ну, а потом медики не будут успевать трупы вывозить, вот, слава богу, обошлось без этого. Но это падение стены, которое мы сегодня отмечаем, да, это падение стены в переносном смысле, а в прямом стена будет демонтирована через несколько месяцев только уже в 90-м году. Ну, и не вся, как мы знаем, фрагмент, я не знаю, Марфа, это вы знаете наверняка, три, по-моему, фрагмента стены сохранены, как такие вот, ну, мемориальные. Ну, есть этот главный мемориальный комплекс, где как раз, вот сейчас Боба Фижо покажет и знаменитая картина в Рубеле «Поцелуй Хонекера и Брежнева». и Брежнева. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Любви, конечно. Хотя я не знаю вообще, вот такое можно ли показывать, потому что сейчас времена-то непростые, вот здесь не будем ли мы к экстремистам нас не причислять за подобное изображение. У меня вот один вопрос. Но все-таки... И вот еще, извини, я только... Я хочу сказать, Володь, что... Я знаю еще второй как бы мемориальный комплекс, третий, я сейчас даже не вспомню. А я не уверен, что это все три превращены в мемориальные комплексы, но сохранено, во моей информации, три фрагмента сохранено. А вот уж насколько там вокруг какое-то мемориальное действие происходит, это я просто не знаю. Вообще сохранены там десятки тысяч этих кусочков. Нет, нет, я не про кусочки, я не про кусочки. Да, естественно, я просто вспоминаю, что все это стало такой коммерцией, и в туристических местах, особенно около этого мемориала Брежнев Брежнев и Хонекер торгуют маленькими коробочками, в которой лежит маленький-малюсенький кусочек стены. Я, честно говоря, уже не уверена, что это не китайская производство. Байка это или нет, но говорят же, что к Колизею каждую ночь подсыпают обломочков, чтобы туристы его окончательно весь не растянули по всему миру. Так что это неизбежно, такие вещи неизбежны, нормально. Показали фотографии? Показали, показали. Я еще просто читаю ту речь, с которой выступил Рейган в 87-м году в 12 июня рядом с Бранденбургскими воротами. И, конечно, очень многие вещи актуальны и по сей день, мне кажется. Мы слышим из Москвы о новой политике реформы гласности. Некоторые политические заключенные были освобождены. Определенные иностранные радиопередачи новостей больше не глушатся. Некоторым экономическим предприятиям разрешили работать с большей свободой от госконтроля. Это начало глубоких изменений в советском государстве или же это символические жесты, которые должны вродить ложные надежды на Западе и усилить советскую систему, не изменяя ее. Мы приветствуем передстройку и прочее, прочее. Ну и дальше обращение к Горбачеву. Господин Горбачев, разрушьте эту стену. По всей видимости, господин Горбачев эти призывы услышал. Вот ведь, Валерий, вы сейчас пролили очередное ведро воды на мельницу тех, кто говорит, вот, вот, Горбачев по указке из Вашингтона, Вашингтонский обком ему диктовал, а он... Ну вот. Не, я шучу, конечно. Дураку закон не писан, поэтому мы не сможем воздействовать на сознание этих людей. Пусть это сделает время. А время как-то у нас не торопится это делать, я вообще не знаю. Вот тоже читаю, что после падения стены, после 9 ноября за 3 дня из Восточной Германии до Западной Германии добрались сразу 3 миллиона человек. Понятно, что они там не все осели. Большинство там не осело по-другому, вернулось. Конечно, но хотя бы они съездили и посмотрели на другой западный мир. Вот я сегодня вначале тоже вспоминала, что есть разные фильмы на тему падения стены, ГДР, и я, честно говоря, мне кажется, большинство из них смотрела, опять же, в силу того, что жила в Германии. И вот, не знаю, Вов, ты, наверное, видел, Алексей Валерьевич, вы у вас спрошу «Гудбай Ленин», где стена уже пала, а женщина, мать главного героя думает все еще, что она живет в Восточной Германии. Для наших зрителей объясним, что «Гудбай Ленин» это действительно кино про человека, который приходит в себя после того, как он был в коме на протяжении, я так понимаю, нескольких лет. И там человек о том, что стена пал, еще не знает. И для него воссоздают весь этот мир. Я кино, не смотрел, но о нем наслышан. Я тоже не видел этот фильм, я тоже о нем наслышан, я его тоже не видел, поэтому у меня нет никаких своих впечатлений. Вот, я просто еще вспомнила такую историю, опять же, из своей жизни в Германии, поскольку я со многими общалась по этой теме. В ГДР до сих пор живет женщина, она прихмахер. Сейчас 2024 год, я не знаю, может быть, за последние пять лет, что я не живу в Германии, она уже все-таки выехала в западную часть, но, во всяком случае, на момент 2019 года она ни разу не пересекла границу, бывшую границу восточной и западной Германии, это, наверное, вот такая... Слушайте, у немцев бывают такие персонажи, давайте вспомним Эммануила Канта, который прожил всю жизнь в Кенигсберге и, по-моему, ни разу за пределы городской черты не выбрался. Ну, такая национальная традиция. Слушайте, ну, Эммануил Кант, по нему, во-первых, сверяли часы, настолько он был паттуальным эпидантичным человеком, а, во-вторых, то, что самое главное, это моральный закон внутри, звездное небо над головой две вещи, которые могут правда приводить в трепет. Мне кажется, вот за это его точно можно поблагодарить, если и не был он путешественником, то анекдот хотите? Да, конечно. Швейная ПТУ, практические занятия, значит, мастерская, там полтора десятка девиц склонились над машинками, на доске написана тема вшивания канта и бродит между ними преподавательница. Так, Петрова, стежок ровнее, Иванова, побольше припуск сделай там, Сидрова, у тебя сейчас нитки перепутаются, возьми по-другому, так удобнее быть. Подходит, значит, к очередной девице, такой толстый, в очках, тоже толстых очках, говорит, Смирнова, Смирнова, ты что делаешь, у тебя же кант на выворот. Та поднимает умные глаза и говорит, а это как? Это нравственный закон над нами и звездное небо внутри нас? Да, 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 это отличный анекдот про обратный кант. Я слышал еще в такой версии, но анекдот шикарный, спасибо вам большое за него. Подождите, можно последний вопрос? Вопрос просто в глаз сразу. А зачем они целовались, Алексей Валерьевич? В смысле, Брежнев с Хонекером? Да. Давайте еще раз покажем это изображение. Я как раз хотел сказать, что вот Володь там начал опасаться насчет пропаганды. Для нас поцелуй Леонидовича Брежнева с мужчиной это не пропаганда, это повседневность. Леонид Ильич в каждой программе время в мои юные годы целовался с каким-нибудь государственными, партийными, хозяйственными, советскими, несоветскими деятелями, но была у него такая вот, ему казалось, видимо, что это вот вежливая форма, приветствия. Я не думаю, что за этим, на этот счет острили бесконечно, конечно, но я не думаю, что за этим была какая-то иная форма, кроме вот привычной для него демонстрации таких вот сердечных чувств несколько для многих непривычным образом. Да, тут даже говорят, Ленин, Сталин вроде не целовались ни с кем. Нет. Нет. Сталин вообще не любил физических контактов, у него даже с рукопожатиями было абсолютно общепринятыми в то время был не очень здорово. А вот Леонид Ильич был такой тактильный, как выяснилось человек. Как воспринималось падение стены в Советском Союзе? Как на это смотрели люди? Чувствовали ли они, что идут какие-то очень важные перемены? Понимали ли они свидетелями, каких событий они являются? Вы знаете, Володь, у нас же в это время стены падали каждый день. Дело в том, что 89-й год, тем более конец 89-го года, это время, когда перестройка уже набрала очень серьезные обороты. И это не первые ее робкие шаги, 86-й, там 87-й, когда я помню, прижав уши, осторожно оглядывались по сторонам. Ой, а что сейчас будет? Ой, а вот за это же раньше руки тут же вязали. Знаете, я не помню, какой это был год, но примерно 87-й. Сейчас, если у Марф там под рукой, посмотрите, пожалуйста, когда состоялась премьера спектакля «Диктатура совести» в Ленкоме. По-моему, это конец 86-го года. И спектакль такой, ставивший очень острые вопросы для того времени. Там группа молодых людей выдвигает лозунг «Назад к Ленину», модная идея, что надо вот обновлять... 86-й. Ну вот, я с мамой были на одной из первых премьер. Я очень хорошо помню, когда вот Абдулов, Караченцев бросали довольно смелые слова в публику. И гробовая тишина в зале. Причем тишина не потому, что зал не принимал этих слов, а потому, что зал не знал, как реагировать. А к 89-му уже раззудись плечо, размахнись рука. И у нас стенты рушились. Еще один короткий анекдот того времени. Один другому звонил, говорит, слушай, ты сегодняшнюю правду читал? Он говорит, нет, а что там? Слушай, это не телефонный разговор. Вот время таких вот событий. Поэтому падение Берлинской стены было как бы, ну вот, по крайней мере, для меня, для людей, моего круга, одним в ряду, логичным, ничем-то таким вот оп, закончилась эпоха. По крайней мере, тогда, по-моему, мы так это не воспринимали. То, что эпоха закончилась, по многим другим показателям было видно. Ну, а что, вы тогда уже могли как-то, смотря на Германию, ожидать и развала Советского Союза? Нет, это ощущение я помню очень хорошо. Я распада Советского Союза не ожидал, ну, наверное, до августа 91-го года. Я все-таки думал, не знаю, чем, хочется надеяться, что головой, но я все-таки думал, что в каком-то обновленном варианте что-то сохранится, ну, может быть, без Прибалтийских республик, которые уж ну, совсем очевидно заявляли о своем полном нежелании оставаться в любой форме Союза. Вот, а что касается остальных, я думал, что все-таки не рискнут, все-таки вместе как-то, да, что называется, ну, вот, получилось то, что получилось. Многие сейчас тоже вспоминают о вечности, о том, что не вечно, и вот совсем недавно, по-моему, разговаривали с Максимом Кацем, мы с тобой, он, по-моему, тоже говорил о том, что люди, которые жили в Германии тогда, ну, вот, они же не знали за неделю, что стена будет разрушена, они жили в том, что с ощущением того, что это продлится еще годы, десятки лет, может быть, больше, может быть, это вообще навсегда, а потом раз, и такой перелом, и такие изменения в их жизни, это действительно правильное ощущение, и почему, я спрашиваю, потому что хочется тоже в наше непростое, сложное время тоже помнить, что и это не навсегда, что и здесь произойдут перемены. Конечно, все проходит, пройдет и это, как говорится, было, как предполагается, было написано на кольце царя Соломона. Знаете, дело в том, что, видимо, для берлинцев за несколько десятилетий существования стены она стала частью городского пейзажа, ну, слушайте, опять же, вот я ходил в школу по Садовому кольцу мимо длиннющего лозунга учения Маркса всесильно, потому что оно верно. Ну, и что я? Каждый раз, каждый день вчитывался в это, стоял, понурив голову и думал, да, против Маркса. Ну, я же ходил мимо этого, как мимо забора, который, в принципе, это лозунг и был. Ничего. А потом в один прекрасный день его не стало. Будем надеяться, что и в будущем у нас будут всякие прекрасные дни. Хочется верить, что, действительно, стен будет меньше, будет больше мостов. Хочется. Хочется. Ну, я с Максимом Кацим у нас не было времени, но я не вполне с ним тогда была согласна, потому что, мне кажется, в 89-м году все-таки, опять же, по свидетельствам людей, которые тогда жили, были молодыми, все-таки они как будто бы ожидали, что сейчас что-то такое произойдет. Так нет, Марф, это же у разных людей было по-разному. Но вот мне был 21 год в 89-м году. Я хорошо помню, по поводу Советского Союза, я хорошо помню, что его быстрое крушение меня застало врасплох. Вот, кого-то, наверное, нет. Поэтому, о чем здесь спорить? Люди же разные, слава богу. Кто-то, да, кто-то раньше почувствовал, что советский проект закрывается. Я позже. для тех, кто еще хочет погрузиться немного в ГДР-овскую эпоху, тоже могу посоветовать сериал, который я смотрела. Германия 83, 86 и Германия 89. И как раз вот почему я сейчас вспомнила про вот это чувство ожидания, потому что в сериале Германия 89 там все герои как будто бы ждут вот этого вот краха, краха и развала ГДР. Спасибо вам большое, Алексей Валерьевич. Я надеюсь, что мы завтра еще где-то частично, может быть, продолжим эту тему, а может быть, придумаем что-то новое. Да нет, ну слава богу, событий-то много, ну что же мы будем два дня подряд одну и ту же тему переживать. Ну я просто смотрю, у нас такой отклик в чате. Видимо, у нас все были, ну многие зрители были юными и молодыми в то время, поэтому... Ну и замечательно, мы завтра подберем что-нибудь еще из воспоминаний нашей юности и будем заниматься теплой, светлой, ламповой ностальгией. Хотя вчера кто-то из сердитых комментариев там вот сразу это все, значит, вот там совки собрались и пережевывают. Ой, ну что сказать. Слушайте, хейтерс гона хейт, как говорят нынче. Ну пускай, пусть плюются желчью, главное, чтобы им, может быть, от этого было немножечко полегче. Вот, Володь, вы знаете, я уже давно пришел к выводу, что у некоторых людей рот это часть выделительной системы, поэтому им просто физически необходимо опорожниться. Вот, ну будем считать, что мы им помогаем, значит, мы несем еще одну гуманистическую миссию. Всем хороших выходных, всем всего доброго и всем будем надеяться до завтрашнего утра. День милиционера? Да, ой, слушайте, я просто, когда я прочитал, что День советской милиции, я просто тут недавно новость вычитал, все это потрясающе, в Санкт-Петербурге одного из полицейских арестовали, в суд отправили, и его пришли поддержать 50 других сотрудников полиции, которые хлопали и кричали ему свободу, свободу, чуть ли не свободу полиции подключенным. Я поэтому, когда увидел, что мы будем обсуждать советскую милицию, я подумал, что это так по-советски прийти поддержать своего коллегу по работе, даже если бывшего. Мне, вот, с вашей точки зрения, День советской милиции, советская милиция, это же как бы про отец нынешней полиции и российской милиции. Нам всегда любят рассказывать о том, что раньше было мороженое вкуснее, дешевое вкуснее. И иногда я слышал о такой формировке, что, а вот раньше такая милиция была, они были такие вообще благородные, такие честные, такие красивые, такие умные, такие невероятные, так нас защищали. Так ли это было? Вы знаете, это в разные годы было очень по-разному. Дело в том, что люди, которые сегодня вспоминают советскую милицию, естественным образом, в основном вспоминают милицию периода, ну, скажем так, 65-85 года. Я сейчас скажу, почему именно этот период более или менее так сам собой образовался. Вот. И это период действительно относительного благополучия. Мы сейчас о нем поговорим. Вот то, в каком состоянии милиция подошла к этому периоду, к середине 60-х, по этому поводу сегодня есть уже исследования и социологические, и чисто исторические. Написаны воспоминания достаточно многочисленных людей, которые либо работали в милиции, либо напрямую с ней постоянно соприкасались, там, тех же работников прокуратуры и суда, например. И вот я-то не застал, естественно, вот этой вот милиции сталинской и хрущевской, но, опять-таки, суть по этим воспоминаниям, она была в очень разобранном состоянии. Ну, во-первых, слово милиция достаточно не случайно, потому что когда-то, когда все это начиналось, начиналось еще после февральской революции, первую милицию будет создавать еще временное правительство и параллельно с ним советы, вот те до большевистские. Вот, идея, что защищать правопорядок должны не профессионалы, профессионалы продажные, профессионалы слуги режима, профессионалы цепные собаки, а должен сам себя защищать народ, вооруженный народ. Мысль, кстати говоря, не только и не столько советская, потому что вообще первое государство, которое провозгласило защиту правопорядка делом непрофессионалов, я бы сказал, была Великобритания, ну, точнее, еще до того, до времени, когда она стала называться Великобританией, да, так сказать, Англия. Вот. Вторым Соединенные Штаты, вот эти все шерифы и их помощники, которым там в фильмах раздают перед очередной вылазкой знаки помощников шерифов, все вот эти вооруженные граждане на защите правопорядка, эта идея очень и очень не новая и задолго до советской власти возникла. Советская власть, естественно, как она провозгласила народовластие, тоже эту идею всячески, так сказать, разминала. И в результате получилось, что когда в начале 60-х годов было провозглашено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а коммунизм это отмирание государства, то стали искать, какие бы государственные функции потихонечку начать передавать общественности. И буквально чуть ли не на первом месте оказалась функция правопорядка. Вот тогда народные дружины появились и стали всячески популяризироваться вот тогда комсомольские оперативные отряды, вот тогда значительное сокращение штатов МВД и переименование МВД в Министерство охраны общественного порядка, причем союзное было ликвидировано, министерства были какое-то время исключительно республиканскими, в том числе МОП, РСФСР. Все это на милиции сказалось очень плохо, но надо сказать, что и до этого она была в достаточно печальном состоянии. Я читал работы, которые там в советское время еще выходили под грифом для служебного пользования, читал их уже более позднее время, о том, насколько низок образовательный уровень, в том числе и руководящего состава советской милиции, когда выяснялось, что во второй половине пятидесятых среди уровня руководителей областных управлений не у всех было среднее, внимание, среднее образование. Да, конечно, понятно, война, да, понятно, многое другое, не самое идеальное время, в котором эти люди росли и делали карьеру, но я хочу сказать, что это неизбежно сказывалось, и даже там, где это, а таких примеров довольно много, где люди компенсировали недостаток образования, там, какими-то природными данными, смекалкой, отвагой учились работать, что называется, там, у старших товарищей и так далее, но все равно не может это не сказываться. Я читал воспоминания одного генерала-лейтенанта внутренней службы, как он начинал на Дальнем Востоке молоденьким операм там в начале 60-х, вот он говорит, вот у меня, я вспоминаю своего наставника, капитана, такого-то замечательного человека, прирожденный сыщик, но из образования имел незаконченных семь классов, бумажной работы не любил, протоколы после него читать было невозможно, если он не доводил дело до конца и кому-то надо было у него это дело брать, то разобраться, что там он, так сказать, обнаружил, что он там нарыл, было совершенно невозможно. Вот такого рода ситуация существовала. Кроме того, милиция очень мало получала до середины 60-х. Тяжелейшая ситуация с обеспечением жильем, а это все-таки уже в хрущевские времена выходит на один из первых, если не на самый первый план уровня благосостояния советского человека, где ты живешь, в чем ты живешь. Был случай, мы с Сергеем Бунтманом его упоминали в одной из наших передач, не так, когда милиционер, старшина, прямо после фронта, пришедший в милицию, совершенно был доведен, дело в Казани происходило, был совершенно доведен до отчаяния тем, что он на протяжении 20 лет с женой и детьми жил в помещении бывшего морга официально признанного аварийным и для морга уже не подходившего. Представляете себе, для морга помещение не подходило, а милиционер с семьей там жил, ему говорил, да подожди, ну потерпи, ну через пару лет сдадим там дом, дадим тебе квартиру. А вот дальше приходит к руководству сначала республиканским, потом союзным министерством, Николай Анисимович Щелоков, человек, которого вспоминали и вспоминают сложно, разнообразно, но вот вы знаете, еще в те времена, когда Щелоков был жив, но уже в отставке, профессионалы о нем вспоминали скорее с теплотой, и об отставке его говорили скорее с сожалением. Да, многое из того, что Щелокову инкриминировалось и лично ему, и системе, которую он возглавлял, правда, да, коррупция проникла и проникла достаточно, так сказать, заметно и глубоко. Много других было претензий, но вот из того, что, так сказать, Щелокову ставят заслуги. Во-первых, он очень здорово поднял материальное стимулирование. Работники милиции стали получать нормальные, не скажу большие, но нормальные деньги, такие, что можно было там не перебиваться постоянными трешками до зарплаты. Они получили совершенно иную систему обеспечения жильем, когда было принято постановление о том, что 10% всего жилого фонда, сдаваемого в СССР, идут на обеспечение сотрудников МВД. Потому что ситуация абсолютно была критическая. Дальше. Они получили новую форму, что довольно важно. Она была прямо, скажем, я ее вспоминаю без всякого, эстетического удовольствия, но по сравнению с тем, что было перед ней, это был просто корден и рывок вперед. Очень здорово выросла техническая оснащенность. У экспертов, криминалистов наконец появились нормальные чемоданчики, вот эти дежурные, с которыми они выезжали на место происшествия. Очень здорово наука милицейская приподнялась и все прочее, и все прочее. Ну и не последнее, что важно для нас, обычных граждан, для тех, кто непосредственно с милицией дел не имел по причине своей законопослушности, Щелоков уделял очень большое внимание тому множество и свидетельств, в том числе личное принимал в этом участие, в том, чтобы поднять престиж этой профессии. Заметнее всего сегодня издалека по прошествии там уже сорока лет это то, что стали кино, литература стали уделять несравненно большее внимание описанию работы милиции и если раньше кино, конечно, снималось и раньше и в 50-е и в 40-е годы, но если раньше это были в основном детективы вот именно действительно детективы когда до последнего момента непонятно кто преступник классический фильм например дело номер 306 то если мы с вами вспомним самый наверное знаменитый телевизионный сериал 70-х годов следствие ведут знатоки это же не детективы там же в половине серии практически сразу показывают кто что упер кто жулик написан на лбу и на прочих так сказать местах и в титрах тоже это производственный роман зрителю показывали вот так работает эксперт-криминалист ну в идеале должен так работать а место место встречи изменить нельзя место встречи изменить нельзя это тоже не детектив потому что тоже довольно задолго до все становится понятным это боевик конечно высочайшего класса высочайшего уровня ну и историко производственный роман я бы сказал потому что там действительно за что этот фильм профессионалы хвалили за то что там с большой достоверностью показана работа милиции с ее нюансами значит вот в там первые послевоенные месяцы кстати говоря по этому фильму тоже можно судить о правоте того с чего я начал вспомните пожалуйста как они описывают свое образовательное свой образовательный уровень у Глеба Жеглова семь классов и три коридора по его собственному признанию из образования да Пасюка там одного из лучших оперативников где-то в серии в третьей ругают что он вечернюю школу не посещает это значит он школу еще не закончил да Шарапов понятное дело до фронта не успел и вряд ли сейчас пойдет получать высшее образование вот они ребята отважные в их случае честные самоотверженные и прочее 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 многих замечательных слов заслуживающих но конечно в общем вот то что при Щелокове во первых появилось более полутора десятков новых профессиональных учебных заведений в милиции к 80-м годам ну за исключение может быть совсем ветеранов таких вот бронтозавров кто действительно с фронта пришел в милицию уже почти не осталось людей не имеющих хотя бы среднего специального милицейского образования я когда практику проходил очень хорошо помню мой значит наставник и начальник старший лейтенант Саша Бачков вот он как раз заканчивал заочно академию МВД это ему там открывало путь от маленьких звездочек к большим звездочкам и слава богу и на самом деле безусловно что-то в плане профессионального роста это ему давало я им помогал английский делать но тут проблем не было английский ему точно не понадобился в качестве участкового хотя один раз нам пришлось объясняться по-английски потому что задержанный был индус нелегально проживавший значит на вверенной нам территории и по-русски практически не говоривший ну или придуривавшийся я уж не знаю значит вот а что касается всяких там профессиональных дисциплин то естественно он их сам осваивал и наверное это ему как-то расширяло его кругозор вот и действительно я прекрасно это помню там по своим старшим приятелям если раньше после юрфака университета представить себе человека пошедшего работать в уголовный розыск ну практически невозможно было шли в прокуратуру шли в министерство юстиции кто-то там пошустрее пролезал сразу в адвокатуру хотя в советское время не принято было туда сразу со студенческой скамьи обычно все-таки требовался стаж в правоохранительных органах да кто-то там так сказать в судебную систему шел в милицию нет ну зачем с университетским диплом их стало довольно много в отделении милиции обычно московском отделении милиции зам начальника по розыску капитан у нас был выпускник московского университета это середина 80-х и поэтому сегодня когда люди вспоминают с теплым чувством советскую милицию с одной стороны да конечно они вспоминают не столько реальную милицию сколько Павел Павловича Знаменского и милейшего Шурика значит Томина но с другой стороны вот уж ну свидетельствую вы знаете я лишнего хорошего слова не скажу о своем советском прошлом но конечно вот те ребят с которыми я работал ну не знаю красавцами они может и не были были абсолютно обычные нормальные работники свое дело делавшие на мой взгляд ну неплохо да а между прочим говорят что когда Щелоков только-только принимал министерство это 63-й по-моему или 62-й год и Хрущев еще был у власти а он до этого никогда с органами внутренних дел не имел никакого дела он войну воевал был политработником потом там на партийно-хозяйственной работе и так далее он впервые надел милицейский мундир и вот он проехался по стране уже в качестве министра и сказал я не знаю как враги а я это войско боюсь сказал он про то что он увидел да так вот безусловно это войско при нем очень здорово эволюционировало в лучшую сторону но вот Алексей я хотел вас спросить не кажется ли вам что это связано о чем вы все говорите что советская милиция в отличие от нынешней полиции вообще не занималась политикой ее дело был там разбой преступления кражи и так далее она не занималась политикой во первых этой политики было ну несравненно меньше да так сказать никаких митингов массовых протестов то есть нет они бывали но это всегда были абсолютно форс-мажорные случаи тогда практически сразу к делу подключалась армия как это было там в Новочеркасске в 62-м году когда это было во время волнений 56-го года в Тбилиси там там и так далее и так далее а так это конечно редчайшие случаи по сравнению с тем что потом начнется в конце 80-х да милиция не занималась политикой политикой занималась извините политикой занималась КГБ и не только кстати политикой но и частью в общем чисто уголовной будем говорить так деятельности например все что было связано с валютными операциями в большинстве случаев чисто уголовщина но вот тем не менее этим занималась КГБ не только в этом дело хотя наверное это тоже как-то влияет но вы знаете ну во-первых эти люди не все конечно все никогда так не бывает но многие из этих людей во что-то верили я даже не беру сейчас высокие идеалы там коммунистические или какие-то еще но они верили я помню это они верили в то что они защищают покой мирных граждан они верили в то что их задача не только поймать преступника но и предупредить по возможности преступления я помню бесконечно вот что особенно нашей службы участковых это касалось наверное в большей степени чем какой бы то ни было другой бесконечные профилактические рейды когда ходили проверяли места всякого возможного скопления всякого социально недружелюбного элемента проверяли незакрытые подвалы чердаки район в котором я работал здесь в центре Москвы он старенький вот этих чердаков подвалов сараев тогда до черка голубять я еще голубять не застал мое первое дело извините меня краж голубей ну мое вы понимаете не в качестве вора раскрыли раскрыли преступление Алексей Валерьевич конечно наставник мой поковыря в ухе когда у нас был значит причем знаете это где это сейчас вот самый самый центр золотой мили район который называется престиженка то есть между остоженкой и причистенкой а там в это время были дома ну старые доходные дома начала двадцатого века сплошные коммуналки причем коммуналки уже больше чем наполовину расселенные там оставались либо одинокие старики старушки либо всякий контингент который специально отодвигали в конец очереди потому что в начало и в середину они не заслужили ну и вот эти две категории сами понимаете в каких они там взаимоотношениях были и вот старичка ветеран войны кстати говоря у него была своя голубятня во дворе и у него уперли каких-то там этих турманов турманов не знаю даже как ударение правильно породистых голубей но пришел наш парень из розыска говорит слушай ну если не найдете в это воскресенье мы конечно займемся но ребят сами справитесь а почему в воскресенье а потому что в воскресенье работает птичий рынок птичий рынок тогда во первых он был в другом месте в Москве он был недалеко от Таганской площади значит Калитниковский рынок и во-вторых он не работал круглую неделю он работал по-моему пятницу ну и точно субботу воскресенье мы с дедушкой поехали в воскресенье на птичий рынок и стараясь особенно не светиться мы на них практически сразу нарвались мальчишки естественно а подожди это у вас была спецоперация вы туда поехали на птичий рынок или нет или слухи оперативно-розыскная деятельность да это была оперативно-розыскная деятельность это был поиск задержания предполагаемого правонарушителя что и было учинено в четыре руки вас наградили как-то за это да нет конечно но это же обычная наша работа нет ну там в отчете мы поставили так называемую палку вот тогда по-моему они так еще не назывались как мы их по-другому называли мы отчитались там дедушка сказал спасибо пока вы нам рассказывали про советскую милицию я тут тайком сделал опрос среди наших подписчиков доверяли ли наши подписчики советской милиции там есть вариант я не жил не жила в СССР это всего 12 процентов а дальше вы удивитесь да 44 процента нет 44 процента вот почти полторы тысячи человек проголосовало не удивлюсь Василий не удивлюсь не удивлюсь отношения ведь таким же примерно было уже тогда и были люди которые доверяли и активно доверяли и помогали да и там так сказать и 10 ноября на день милиции встреченным на улице милиционером там говорили поздравляем с праздником и были люди которые уже тогда говорили да вы мусоравы я сейчас не говорю об уголовниках это отдельная категория с ним все понятно я говорю об обычных так называемых законопослушных гражданах ну это естественно мне кажется к правоохранительным органам такое отношение будет даже если они будут близки к идеалу просто вот сам факт что у этих людей есть некая дополнительная власть некие дополнительные полномочия ну и кроме того кто из нас безгрешен скажите мне пожалуйста кто из нас за собой не знает чего за что в принципе можно было бы сказать гражданин документики пожалуйста вот а пройдемте для уточнения установления поэтому вот это вот чувство такой вот такого потенциального страха оно же не прощается тому кто является его источником так что это все понятно меня совершенно не удивит так вот давайте про документики гражданин гражданин или гражданочка пройдемте вот мне про это интересно к этому прибегали советские милиционеры или это такое уже а как же история по поводу того что я жил в советском союзе много лет и ни разу не брал с собой паспорт нет разумеется я не брал с собой паспорт ну там в то время когда я практику проходил у меня удостоверение было оно мне его заменяло в случае чего я тоже не носил с собой паспорт но дело не в этом нет конечно не было никаких ни массовых облав ни всего прочего и паспорт советскому человеку нужен был гораздо реже чем современному российскому гражданину ну в смысле так сказать ситуации было не так много когда его нужно было предъявлять и обычно о них было известно заранее что вот я туда-то пойду там паспорт понадобится а так нет но в принципе конечно так сказать подозрительные лица могли быть проверены естественно конечно практиковалось что такое подозрительные лица понятно что я наверное сейчас клоню скорее в сторону какой-то ксенофобии потому что ну это даже я помню с школьных своих лет когда я ездила в метро что сотрудники я не помню еще наверное тогда была милиция милиция конечно ну да милиция ну полиция с 11-го по моему года проверяла просто людей которые выглядят не совсем так как я ну это мое было восприятие ребенка нет ну это Марфа вы видимо говорите о второй половине 90-х начале 2000-х годов да или даже ну о нулевых да о нулевых да нет ну это действительно разгул когда милиция не стесняясь особенно отличалась милиция по охране метрополитена просто не стесняясь кормилась проверкой вот этих вот регистраций и так сказать срубанием мелких взяток действительно было совершенно омерзительно вот а что касается вот того позднебрежневского времени то ну понимаете как ну вот когда искали например знаменитого Иониссяна да это Мосгаз человека который в течение меньше чем двух месяцев в 63-64 году совершил пять убийств вот один из первых советских серийных убийц по фотороботу и по описанию составленному там одним из выживших участников всего этого дела было были все основания полагать что это человек во-первых приезжий не москвич а во-вторых уроженец одной из кавказских за кавказских республик да естественно в ориентировке да естественно в текстовом сопровождении к фотороботу на это обращалось внимание да наверное в эти дни в эти недели ну скажем так усиленному вниманию подверглись выходцы из Армении Грузии Азербайджана и так далее да ну это ну неизбежно хорошо это же внешние признаки если мы ищем человека по внешним признакам ну значит мы учитываем это наряду там с наличием усов очков цветом волос и другими какими-то приметами а куда же деваться так ну подожди я хочу во-первых остановить наше голосование попросить чтобы его остановили а я хочу к следующей теме перейти да мы переходим к следующей теме а у меня же и переход готов Марфа а у меня тоже и у меня давайте давайте по очереди давайте сравним наши переходы ну давайте давайте я начну как не подожди голосование да ты начнешь как девушка это правда какой сексизм мне кажется это был это была позитивная дискриминация да позитивная дискриминация да 44% доверяли милиции советской нет 42% и 13% не жили не жила в СССР в общем вот они такие приблизительные мне кажется никакой сенсации нашей голосовании не произвела абсолютно абсолютно а Марфа начиная свою подводку мой переход таков что 10 ноября 82 года в этот день не показывали по телевизору а церковь в честь для милиции я снимаю свою подводку потому что она естественно такая же да а ну извините моя подводка очень простая в один день как я понимаю сейчас я даже записал это себе в один день умер и Брежнев и Мустафа Кемаль Ататюк но не в один день в один день года да но не в один год все таки значит дело в том что действительно вот это возвращаясь к тому что Щелоков делал один из самых ожидаемых концертов из тех что транслировались по телевидению для советских людей в эти годы это концерт ко дню милиции он наверное потому как его ждали сопоставим с новогодним голубым огоньком потому что милиции не могли отказать лучшие артисты мы знали что этот концерт действительно будет такой вот демонстрацией выставкой достижений советской эстрады и будут те кого в другие дни на эту эстраду может быть не очень даже пропускали юмористы какие-то такие которые там к ним приглядывались но все знали раз это концерт ко дню милиции тут все будет что называется на высочайшем идеально-художественном уровне и когда этот концерт не состоялся вечером а уже днем пошла минорная классическая музыка по радио и когда вместо концерта вдруг показали классический ленинский фильм по пьесе погодина человек с ружьем ну в общем даже люди не очень склонные к политической аналитике начали звонить и задавать друг другу вопросы а все ли у нас живы тем более что состояние здоровья Леонида Лича в общем последние месяцы было видно совершенно невооруженным глазом даже на общих планах не говоря про крупные по телевизору но показывать его все равно продолжали вот и сообщено официально было только в 10 утра следующего 11 ноября но к этому времени советский народ по-моему уже в общем не сомневался в том что отменить концерт к однюю милиции формулировка была именно такой я это очень хорошо помню все таки мне уже 14 лет 15 шел что отменить такой концерт могли только в случае если умер кто-то из первых лиц государства ну а из первых очевидно с большим отрывом в наихудшем состоянии находился Леонид Ильич поэтому как-то вот так вот вычислили а ведь же было такое ну как бы такая формировка я вот слышал я людей старшего поколения о том что Брежнев умер не в 82 а сильно заранее в 74 нет ну это можно я встречал нечто похожее но в переносном смысле что вот он на протяжении 70-х годов он перенес по-моему не менее двух инфарктов и тяжелый достаточно тяжелый инсульт после которого речь восстановилась в общем не полностью и возможно люди которые вот это говорят говорят имеют ввиду что ну вот после этих тяжелейших медицинских состояний он уже не был в полном смысле слова естественно способен руководить государством но вот конспиративной версии что вместо Брежнева извините это примет все-таки нашего времени это нас у нас тут иногда в эфире бывает человек который нам рассказывает об этом регулярно вот а тогда тогда человека с такими как вы понимаете фантазиями никто бы и не пустил не только на центральное телевидение но даже на голос Америки поэтому в страну вот в любой эфир я думаю не пустили бы средства массовой информации какие-то немножко другие стандарты имели и нет безусловно Леонид Ильич Брежнев физически даже до утра 10 ноября 82 прости нет прости прости пожалуйста у меня был прям заготовлен про прошлое и про будущее а вот я Саузану говорил уже не раз цитировал в эфире который рассказывал когда я его спросил какое самое страшное время и неприятное в которое вы жили думая что он мне скажет вот с 24 февраля 22 года а он неожиданно в интервью мне сказал что это вот именно эти годы 82 83 вы знаете ну давайте я начну у меня идет звук Вась да давайте я начну отвечать на первую часть вопроса пока я надеюсь ребят найдут решение технической проблемы то что успел Василий озвучить ну дело в том что Александр Раузан старше меня и он вот эти я то 83-85 год это мои последние классы школы я в 85 году закончил школу поэтому естественно я это воспринимал еще как подросток этот период времени он воспринимал уже как молодой но взрослый человек это конечно влияет на восприятие что он имеет ввиду ну андроповское время сначала затем черненковское время черненковское время действительно наверное у думающих людей ощущение какого-то ну полного сюрреализма да во главе государства человек который ну совершенно очевидно не способен не только там к какой-то повышенной активности а вообще не факт способен какой бы то ни была активность что касается юра владимировича андропова к этому человеку ведь очень очень полярное отношение кто-то в нем видит чуть ли не самого интеллигентного из руководителей советских органов безопасности вот он статьи писал вот он образованный человек вот он на дипломатической работе был вот он то-сё пятое десятое вот при нем КГБ выглядело чуть ли не последним оплотом там чистых рук горячего сердца и холодной головы как принято значит считать сказал Дзержинский другие говорят это был Тарквимада это был великий инквизитор это был человек при котором так сказать КГБ стало абсолютно всевластным хотя можешь подумать до этого не было вот и те мероприятия которые успел начать проводить жизнь Андропов укрепление дисциплины в рабочие дни рейды по кинотеатрам там по магазинам а что это вы граждане трудоспособного возраста не на работе не будем забывать статью от униедства ведь в то время никто не отменял в Советском Союзе все должны быть на работе удаленная работа была очень не у многих да в основном у каждого человека было некое рабочее присутствное место поэтому то что в середине дня в продуктовом магазине был не протолкнуться если там какие-то продукты были причем совершенно не от пенсионеров не протолкнуться от вполне молодых людей вот это вот таким образом пытались с этим бороться вот то есть лечили симптомы а не причины заболевания и на многих людей это конечно производило нехорошее впечатление но действительно же такой так что что-то такое уже от не знаю армии монастыря концлагеря в общем чего-то такого где ходит строя виделось в ближайшей перспективе наверное это Александр Розан имеет в виду последний вопрос короткий Алексей Валерьевич по поводу вот этого дня в 82-м году 10 ноября наверное мы все опять же из учебников истории там по воспоминаниям бабушек помним каким был 53-й год и день смерти Сталина что это была какая-то в основном повсеместная скорбь вот какие настроения были в этот день у людей вы знаете я помню ощущение растерянности но растерянности не того плана о котором я много слышал рассказов о том как реагировали люди как узнали там родители мои например о смерти Сталина ибо тогда была огромная растерянность но растерянность такого плана как же так мы осиротели как же мы будем жить без товарища Сталина а здесь растерянность вот такого личного плана как реагировать Плакать неуместно, да, никто особенно не плачет. Говорить о том, что страна осиротела, ну, глупо. Ну, это вы все сравниваете с днем смерти Сталина. Ну, Марфа, это вы задали, так сказать. Да, да, нет, я просто подчеркиваю. Да, вот, и вот я помню такое некоторое недоумение. Ну, хорошо, вот умер Брежнев, да, ну, объявлен траур, разумеется, все прочее. А вот мы-то простые люди, как должны на это отреагироваться? Ну, радио бубнит, конечно, в эти дни, как один, сплотимся вокруг коммунистической партии, там, зачитывают телеграммы со всего мира, ушел из жизни, стойкий ленинец, верный борец за дело. Ну, и хорошо. А нам, которые уже, это же не первые похороны, да, они же, ровесники Брежнева, начали умирать и до него. Там, Пельша, Устинов, анекдоты. У него в здании он ушел от компьютера. Алексей, вы слышите нас? Да. А, все. Все, да, просто я вас хорошо слышу. Все супер. Нас что-то прерывает иногда связь, ничего страшного, идем дальше. Вот, и рассказывали же еще при жизни Брежнева бесконечные анекдоты, когда звучит музыка в девять вечера, появляется диктор в подчеркнутом таком траурном костюме, белая рубашка, значит, темный пиджак. Ведь, дорогие товарищи, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают, что на 86-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к работе. Ну вот после таких анекдотов, так, ребята, теперь вы у меня просто пропали. Нет, нет, это все нормально, мы тут подключаемся, у нас звук работает. А, я понял. Вот после таких анекдотов, которые мы радостно ржа пересказывали, даже не очень скрываясь друг другу в течение всего 82-го года, как реагировать-то было? Вот это недоумение я помню. Мы, на самом деле, Алексей Валерьевич, не можем вас отпустить, я вам честно скажу, потому что невероятное происходит прямо сейчас. Наш режиссер Вася был вынужден покинуть свое рабочее место, потому что у него в здании пожарная тревога. Вот так бывает, когда люди работают удаленно, они приходят на свои рабочие места, как вы только что вспоминали в советское время. Поэтому мы, если вы не против, Алексей Валерьевич, с вами еще немножко побеседуем. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я не знаю, время рубрика анекдотов. Вчера, потому что все писали в чате, Алексей Валерьевич, что вы очень вовремя вставляете какой-нибудь анекдот, поэтому, наверное, зрители ждут анекдоты про Брежнева. Не все так писали, некоторые, как обычно, писали, что анекдоты тупые у него, но это те самые люди, разговором о которых мы закончили мое вчерашнее включение. Надо понимать, это у них физиологическая потребность. Спасибо большое тем, кто оценил мои способности рассказывания анекдотов. Но вы знаете, анекдоты про Брежнева рассказывались так широко, что я абсолютно уверен, что я вот сейчас, если буду, скажем, там рассказывать один за другим, начинать. А вот те самые 46, 86 процентов нашей аудитории, которые какое-то определенное отношение к советской милиции выискали, они могут подхватывать и заканчивать. Вот вспомнить какие-то действительно очень смешные. Нет, ну были, конечно. Другое дело, что не знаю, насколько они справедливы. Ну вот, например, в моем рейтинге один из таких относительно смешных. Не таких, понимаете, ведь большинство анекдотов про Брежнева, они пародировали вот того уже действительно больного, тяжело больного человека пожилого, который, кстати, насколько я понимаю, сам искренне просился на пенсию. Но вот по ряду причин Политбюро, так сказать, ради некой стабильности, да что вы, дорогой Ильич, да поработайте еще, да куда же мы без вас. Вот. Все это не смешно на самом деле, да. Искусству шамкать под Брежнева и там как-то смешно произносить слова, этому научиться очень несложно. Вот. А таких, чтобы были смешны, по сути, ну хорошо, вот пожалуйста. В самолете куда-то над Атлантикой летят, значит, Картер, Миттеран и Брежнев. Значит, летят, естественно, там как-то угощаются. В какой-то момент Картер предлагает закурить, достает изящный, видно, дорогой протсигар, значит, угощает своих собеседников. У него берут протсигар посмотреть поближе, на протсигаре выгравлена надпись. Дорогому Джону от любящей супруги, значит, в день, там, в день, 10-й годовщины по Москве, например. Через какое-то время Миттеран угощает тоже изящный протсигар, тоже у него берут посмотреть. Там внутри медальон, хорошенькая молодая женщина и моему милому Франсуа воспоминания о замечательном отдыхе, который мы там провели на Ривьере. Ну и в конце концов, Леонид Ильич тоже лезет в карман, достает такой пудовый, золотой, очень дорогой протсигар, угощает своих этих самых, они берут протсигар рассматривать. Там написано Потемкин от Екатерины Второй. Неплохо. Искать здесь какую-то, так сказать, глубинную народную мысль не надо. Это просто вот поиск комичного в окружающей действительности. Конечно, очень много острили по поводу, ну, такого действительно несколько комического пристрастия Леонид Ильича к наградам, к орденам, к званиям героя соцтруда, к маршальскому званию. Хотя понятно, что человек, закончивший войну генерал-майором, ну, какой тут маршал, ну, какой тут полководческий орден победы. Но, тем не менее, все. Понимаете, дело в том, что иногда, ну, вот то, что делалось в реальности, само было анекдотом и зачастую таким довольно печальным. Известно, сегодня хорошо, известна история, как маршала Жукова, долгое время работавшего, причем, в отличие от многих полководцев, действительно, самого принимавшего участие в работе над своими мемуарами. Довольно активное участие, насколько можно судить. Его заставили вставить в текст, в такую вставку, что вот когда он был на Кавказе, там, в 18-й армии, или там, когда он был на, значит, Южном фронте, он планировал заехать в 18-ю армию, посоветоваться начальником политотдела полковником Брежневым, но не застал его на месте, потому что тот был в войсках на Малой земле. Говорят, что Жуков согласился с усмешкой, сказав, ну, умный поймет. Вот. Анекдот готовый, хотя это, скорее всего, так оно и было в реальности. Так вот, о страсти Брежнева к наградам. Дорогие товарищи, злопыхатели обвиняют меня в том, что я присваиваюся все высшие награды мира. Это неправда. Недавно правительство Новой Грани предлагало мне золотое кольцо в нос. Я отказался. У вас великолепно, получается, парадиговать. Это несложно, уверяю вас, Василий, мне приятен ваш комплимент, но это очень несложно. Я вот по поводу этого анекдота и десятков других, я много раз это делал, но, извините, я еще раз процитирую коротенькое стихотворение Булата Акуджава. Вселенский опыт говорит, что погибают царь. Я хотела добавить про похороны, которые, ну, это тоже было целое огромное всесоюзное мероприятие. Вот, кстати, сразу вернемся к нашей теме про день милиции. В этот день были перекрыты все улицы в Москве и обеспечивали безопасность 20 тысяч сотрудников милиции. Я так понимаю, что вплоть до утра 15 ноября, то есть практически пять дней продолжался доступ к телу, и люди приходили к колонному залу Дома Союзов, чтобы попрощаться с Брежневым. Может быть, вы можете вспомнить поподробнее про сами похороны. Я, кстати, вот помню похороны Ельцина, наверное, вот единственное, что на мой взгляд. Похороны Брежнева я видел по телевизору, и помню, они запомнились тем, что в какой-то момент, их показывали, естественно, трансляция была в прямом эфире, в какой-то момент, когда гроб уже опускали около Кремлевской стены вот эту вот вырытую могилу, там кто-то, видимо, из тех, кто это делал, не удержал, ну, вот эту вот ленту, и гроб так, он с таким стуком неплавно, что называется, опустился на мерзлый грунт. Вот это как тогда тоже произвело определенное впечатление. Действительно, перекрытый был центр Москвы. Вот у нас что-то день или два нас освободили от школы, и я решил пойти в Пушкинский музей на Волхонке, благо, жил близко, да, и вот тут, так сказать, рассчитывал на то, что очереди, там какая-то выставка была, очереди не будет. Ну, вот я дошел до метро Кропоткинская, а дальше перекрыто было, стояли вот эти волнорезы, так называемые, милиция, и уже дальше по Волхонке туда, в сторону Кремля пройти было нельзя, музей, соответственно, не работал. Вот, вот это мои детские воспоминания об этом дне. Спасибо большое, Алексей Валерьевич Кузнецов, наш традиционный по выходным дням. Всем хорошего завершения выходных.